И вновь доброго времени суток, уважаемые любители шахмат. Буквально спустя час мой стрим упал, а сейчас он снова поднялся. Так, в чат приветствия. И мы продолжаем с вами играть. Я думаю, что этот чат будет виден. На коленке я новый стрим создал. Так, Гаутама что-то не хочет. Кто-то не хочет Гаутама. Гаутама не отзывается. Да, ну ладно, идем дальше. Так, что у нас сегодня будет еще в этой партии? Так, слон Е7. Стрим с задержкой. Да, ну что я могу сделать? Таков наш стрим сегодня. Новые люди пришли. То есть, были одни, теперь пришли другие. Всем добрый вечер. 10 человек на стриме. Когда такое было, да? Киньте ссылку в чат. А какую я должен ссылку в чат бросать? Захар Плюта. Какую ссылку должен бросать чат? Не совсем понятно. Так, забрали. Дебют Берда. Хороший или плохой дебют? Ну, можно сказать, не самый лучший выбор. Но вполне возможный. Так, С4 я хочу пойти. А, хочет мат мне поставить соперник. Это неожиданное решение. Прямо скажем, неожиданное. Ну, давайте так и в 5 как-то. А зачем нам ссылка? Люди заходят, люди смотрят. Лечес есть лечес. На него зайдет каждый. Так, Конь Б4 я хочу пойти. Так, что-то пишут мне тут. Забрали. 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 Владя d1 можно пойти, правда, да? А почему бы не пожертвовать ферзя? Если я побью, он побьет. Я забрал. Взял. Нет, все-таки здесь вряд ли. Нет. Тут компенсация не будет определенной. Наверное, надо бить просто. Наверное, просто надо бить. Если я побью... Ну, давайте заберем. Тут ферзь e8 вход интересный. А, вот так побил. Так побил. Давайте ферзь e8 попробуем. После лага много зрителей ушло. Ну, так как ушло, так и придут. Ради бога. Проблем, я думаю, больших не будет. Что я могу сделать? Ну, вот такие вот неудачные у меня эксперименты с оперой. Стрим подвис. А я вернулся на Chrome. Так. Давайте сюда. Какой разряд у меня? Про разряд мой написано в описании под видео. Так, ну что. Где такой на C3 подвисает? Что дальше? Что же дальше? Конь теперь уже не подвисает. Можно все-таки забрать его. Ладно, давайте заберем, посмотрим, что получится. Книга аналитические и критические... Не партии, а там аналитические и критические работы. По-моему. Вот так она называется. 47-й, по-моему, 52-й там. Вообще, это трехтомник, насколько я помню. И трехтомник очень даже неплохой. То есть, раньше вот чемпионы тогдашние, они обязаны были. Ну, не то чтобы обязаны. Они считали себя обязанными писать такого рода книги, анализировать свои партии, анализы, опубликовывать. Сейчас-то, конечно, чемпионы мира занимаются кто чем хочет. А тогда было совсем по-другому. Так, ну, давайте скажем... Нет, не будем так. Так, не будем. Давайте пока фоточку сделаем. Поэтому книга очень даже неплохая. Если у вас получится по ней работать, то это будет очень хорошо. Да, давайте снова лайки, снова подписка и все-все-все. Снова у нас это начинается. Так, если я возьму, он возьмет... Так, ладья заходит у нас в район поля... В район поля G3. Ладно. Сложно ли получить гроссмейстера СЕРГ ТРВ? Вы меня не спрашивайте, я не гроссмейстер. Предполагаю, что сложно. Сложно, но возможно. Вы серьезно верите, что станете мастером? Ну, я серьезно верю, что у меня будет канал хорошо развиваться. А то, что стану мастером, одной веры не хватит. Надо для этого что-то делать. Я пока для этого ничего не делаю. Поэтому верить тут одной веры мало, да? Как я уже сказал. Вызовы все по очереди, ребята. Кому спать, кому еще что-то делать. Вы же понимаете, тут не все так просто в этой трансляции. Да, Александр Коковкин. Продолжается стрим, а я ловлю ферзя. В описании не нашел разряд. Разряд, может, вы и не нашли. Но там должна быть моя карточка ФИДе, профиль, да? Вот. И вроде бы там должно быть, должен быть какой-то цифровой численный отражатель моей силы игры в шахматы. А, вот давайте, наверное, все-таки так сыграем. То есть, я думаю, тут мне не слишком это опасно. То есть, если ладью отойти, я просто соблюю ферзя. Двойной шаг не страшен. Да, тут должен быть выигран. Захар Плюта пишет. Это я вам писал в ВК. Вы знаете, у меня в ВК столько людей пишет, что я за вас рад, что вы писали, но я вас тут не вспомню. Я фамилию примерно помню, но когда и что вы не писали... Чем больше людей, тем меньше возможности всех отследить. Вот кто уже давно, тех, в принципе, я уже помню. Вот как-то из стрима в стрим. А вот кто недавно, то уж могу и запамятовать. Так, шаг. Люди не сдаются в таких позициях. Они надеются на чудо. Какое чудо надеется мой соперник? Не совсем понятно. Да, ну... Да, игра до конца. Да, КМС это разряд. Правильно прислышит Станислав Качанов. И в описании это и есть. Прекрасно. То есть, знающие люди разобрерутся. Кузьматор, да? Кузьматор. Снова Кузьматор. Терминатор. Так. А, спасибо за обучительные ролики. Да, спасибо. Ну, давайте русскую партию попробуем. Русскую партию. Русскую партию. Ну, и давайте, наверное, К3 здесь на К4. Я так часто играю. Кандидат в гроссмейстер. Есть ли звание? Но кандидат в гроссмейстер это есть мастер. Так. Если бы Ферзь забрал пешку на Ж2. Там он вроде бы и забрал пешку на Ж2. Хотел забрать. А не Ладья. Ферзь бы не забрал пешку на Ж2. Потому что был связан. Он был связан. Поэтому бы не забрал. Так. Ясненько. Тут я немножко задержался с развитием. Поэтому меня хотят прижать. А давайте Король Ф1 я сыграю. Нравится ли вам снимать на Ютуб? Наверное, если бы не нравилось, то не снимал бы. Странный ход. Король Ф1, конечно, не успел эту рокировку сделать. Хочу получить какую-то атаку. Древняя довольно система. В наше время она носит имя Алексея Широва. Много здесь очень интересных идей. Но за белых основная идея при короткой рокировке черных. Это, конечно, атака. Да, ставим лайки. Подписываемся на канал. Собираем на компьютерный стол. Вчера я посмотрел цены на компьютерные столы. Ну, конечно, совершенно разные. Там есть значения. Поэтому... Тут я поставил что-то такое близкое к более высокой цене. Так, удара на Аш-7 нет. Наверное, сейчас уже есть. Мне кажется, сейчас уже есть. То есть, бьем на Аш-7 и молимся о том, чтобы был мат. Так. Ну, я Аш-4 сыграл как раз для того, чтобы накатить вот здесь ладьей. Реально, у меня в игре сейчас 4 фигуры. Ладья на Аш-1 не спит. Правда, там слон Ф5, ребятки, есть. Кажется, я как-то тут проседаю. То есть, если играть король Ж8, Ферзь Х5, то есть ход слон Ф5. Вот в этом, конечно, минус. Стандартная атака тут, похоже, не проходит. А если сыграть король Ж8, Ферзь Д3, то тогда будет ход Ж6. Ну, там тоже свои нюансы. Нет, все-таки, наверное, пройдет. Посмотрим. Все-таки, наверное, пройдет. Вот, куда сыграет мой соперник. Король Ж6, это сразу Конь Ф7. Король Ж8, это сразу Ферзь Х5. Брать опасно, ну... Посмотрим, кстати. Если пойти... Нет, если пойти Ферзь Х5, То, наверное, в этой позиции есть просто слон Ф5, Ферзь Ф7. Да, вот я так как-то опровенчиво сказал, что там все хорошо. Кроме хода Ферзь Х5, еще ход Ферзь Д3. И... Дальше Ж6. Я бью на Е6. Потом бью на Ж6. И очень-очень там близко. Очень там близко. Слон Ж5. Потом, да, и на взять еще... Красивые варианты, конечно. Или Ферзь Х5, я теперь теряюсь. Ферзь Х5. Ну, в принципе, и Ферзь Х5 хорошо. И Ферзь Д3 хорошо. А где-то, может быть, и не очень хорошо. Что из этого лучше, непонятно. Непонятно. Если я сыграю Ферзь Х5, как он будет защищаться? Ну, и Ф6, конечно, ход есть. Правда, там потом конь Е6. Какой из этих ходов точнее? Как Буриданов Осел, да? Знаете такую историю? Что возле... Перед Ослом было две... Копны сена примерно одинаковой величины, одинакового качества. И не мог Осел выбрать, да? Какую копну сена выбрать, именно... С какой копны сена ему начать. И так и умер с голоду. А у меня сейчас вот закончится время, если я так буду сидеть. Вспоминать. Надо на что-то решаться, да? Надо на что-то решаться. Так. А. Может быть, все-таки... Давайте, Ферзь Х5 все-таки сыграем. По старинке-то. Ай, нравится ли вам дебют Лондонская система? Да, в принципе, неплохой дебют. Почему качество так называют? Юра Мельникау. Хороший вопрос. Я тоже задумался над этим вопросом. Не знаю. Вот на английском это будет exchange. Ну, то есть, как бы, размен, да? Или сдача, да? Фактически так. Размен. То есть, выиграть качество, да? Д3, конь не бьет слона, бьет Е6, да? Ну, хорошо. Давайте так. Так. Ну, что? Лошадью ходить надо. Ну, а куда там лошадью ходить? Я уже лошадью пошел на Ж5. Что, получается мне тут подкузмить Кузьматора или нет? Ой, какой хитрый. Хочет выпрыгнуть. А мы его прижимаем. Так, слон Ж5. Где-то появляется ресурс интересный. Если он отойдет. Ой, смотрите как. Смотрите, как интересно. А если слон Ж5? А? Что в этом случае? Ведь я хочу пойти ферзь Аш-8. А, кстати, мат же был в один ход. Ой, мат в один ход прозевал. Можно же было мат в один ход поставить. Почему-то, почему-то тут совершенно мы не поняли этого. Ни мой соперник, ни я. Ужас, ужас, конечно. Фух. Да. Или ферзя терять, или мат. Ну, мат тут я уже поставлю. В принципе, я могу мат поставить. Нет, ферзя же 7, там слон Ж8 будет защитой. Да, ну увидел я все-таки этот мат, поэтому ставлю. Да, спасибо за игру. Ну, вот наконец-то у меня получилась вот эта атака в русской партии. Сколько я уже таких партий пересмотрел. И вот первый раз. Спасибо Кузматору. Так, идем дальше. Вагик. Ну, Вагик, конечно, тоже сильный шахматист. Посмотрите, какая у нас история встреч. Какая-то затяжная серия из 8 побед у меня. Но пусть это не вводит вас в заблуждение. Так, давайте голландскую защиту попробуем. Если в шахматах допинг. Только компьютер. Давайте попробуем систему Ильина Женевского. На западе это называется классическая система голландской защиты. Когда будем решать позицию? Ближе к полуночи. У меня достаточно затяжные стримы, поэтому ближе к полуночи. Кто выживет, тот будет решать. А кто нет, тот посмотрит в записи. Так, 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 так. Хороший ли дебют французская защита? Братва, Ташчит. Очень даже неплохой. Я так ее и играю. Как сыграть на ЛИЧЕС? Не получается в турнир вступить. Алексей Рэмбо. Вы же вроде бы не первый раз на стриме. Просто надо подавать заявку. Заявку на участие, так сказать. Можно сказать, не заявку, а... Просто вызов мне бросить на ЛИЧЕС. Этого будет достаточно. Так, а что за ход КБ5? Я не совсем понимаю, что это за ход такой. Ну хорошо, мы напали, конечно, на С7. Так, мы напали на С7. Как же мне можно... КНЕ6 пойти, потом С6. Ну, в принципе, вариант неплохой. Давайте КНЕ6. В принципе, ход КНЕ6 делается в этой системе. Правда, после А5. Часто. А, правда, там С4 будет какой-то ход. И уже С6 не сыграешь, да? Да, неприятный ход. Правда, КНЕ4 где-то у меня будет. Ну хорошо, а я КНЕ4 и Ж5 пойду на С4. Оправдал я ход А6. КНЕ6. Откуда вы помните о таком количестве все эти названия и ходы ДНКСИУ? Ну, как-то помню. Алексей, вы после подсказки мат поставили. Я сам себе подсказал. Я не читал там в чате. Даже вы потом уже написали. Так, с какого уровня стоит полностью переходить на дебюты? Полностью переходить на дебюты? Ну, это имеется в виду учить дебюты, да? Ну, я не знаю. Где-то, наверное, так серьезно работать над дебютом, наверное, надо со второго разряда уже начинать. О, так. Мат был. С5. Этот ход придает партии особый колорит. Ну, что делать? С6, это КНЕ6. Можно, в принципе, просто забрать на С5. А почему бы не забрать на С5? Я не могу понять. Я хотел сначала Д5 пойти, потом С6. Перейти вот так в каменную стену. А почему я не могу забрать на С5? Я не пойму этого варианта. Я просто слона на С5 вывожу. А, вот такая вот идейка. Злодейка. Ну, я могу коня перебросить на Д5 сразу. То есть, тут непонятно. Что тут? Так, пошел. Слон Д8. Ну, Александр Коковкин. Слон Д8 делается этот ход, но обычно при Ферзе на Е8. Чтоб Ферзь смотрел на поле Е5. Так, а если Ф4? Ну, правда, он заблокировал мою пешку. В этом, конечно, минус. В этом минус. Если Ф4 немножко удлиняется диагональ. Давайте я пока сыграю слон Д7. Немножечко прогоню слона, вернее коня. И попробую его поддеть. Там конь Б4 ход есть. До второго разряда чем заниматься? Стараться не зевать фигуры. Изучать какую-то теорию начальную Эншпиля. Какие-то дебюты тоже надо изучать. Но в таком ограниченном количестве. Пора поработать на мастеров. Такими темпами лет 50 будет. Ну, может так и быть. Кстати, не исключено, что может так и быть. Даже если работать на мастер. Что вы играете против Е4? Топс оф трендс. Обычно Е6. То есть французская. Да, ну вот вроде бы пока. Как-то немножечко оправдывает себя. Именно вот этот. Браузер, да. То есть пока проблем я не вижу. А что тут сделать дальше мне нужно? С6. Конь внедрится на Д6. Если я пойду конь Б4. Он отошел. Дальше А6. Взял, взял, взял. И забрать это будет неправильно все-таки. Если С6, то он конь Д6. Так. 4 рана. Вот этого слона надо как-то пытаться прогнать. А как его прогнать? А давайте сделаем... А. Не хочется, конечно, этот ход делать. Ладно, давайте я вот так пойду. Тут своя идея есть. Игорь Ищенко. Хороший ли результат за 2 месяца 3-й разряд? Неплохой. Но если 3-й разряд, это не начальный. Здесь есть 4-й, 3-й. Привет из Днепра. Андрей Никесов. Привет. Привет. Добрый вечер. Уже пол кинотеатра. Друзья, покупайте билеты в виде лайков. Пол кинотеатра, да? Пол кинотеатра. Хорошо. Пол так пол. А если какой-нибудь B4? Да. Да, ладно. Давайте заберем. А потом я хочу сыграть... Как же я хотел, да? Солнце 6 какой-то будет ход. Смотрите, а если я солнце 6 пойду? Что тут за варианты? Что ж тут за варианты такие, если какой-нибудь отскочит-то, а? Сколько тут надо нажать кнопочек? На B4 конь хорошо стоит. Я согласен, что он хорошо стоит. Я очень даже согласен. Смотрим дальше. Так. Конь А, B4. Я хочу отойти конем. Куда-то на F6, на B4. А, вот сюда. Ух ты, смотрите, какая жертва интересная. А если я заберу то, что это будет? Подождите, я заберу. Что-то тут такое непростое, да? Что-то тут такое непростое, непонятное мне совершенно. Зачем это все было? И куда это все смотрит? Ну, давайте тогда так, что ли? Давайте так. Так, а тут я вроде бы материал слишком большой отнимаю соперника. Нет? Вроде бы материал тут большой. Так, ну забрал. Вроде бы, опять же. Опять же, опять же. Ну так. Как я хотел. Какой-нибудь B4 и A6, да? Ну, давайте так. Вилку можно поставить, кстати. Давайте так попробуем. Сюда. И потом... А, ну что? Если я забрал, он забрал. Давайте заберем. Слишком много как-то я отдал, но в то же время, кажется, должно быть выиграно и так. Да, зачем я сюда пошел, непонятно. Да, как-то совсем себе усложнил борьбу совершенно. Ну, давайте заберем, наверное, ладьей как-то и... А, сюда. Хорошо. Тут еще зевнуть что-то могу. Тут-то могу зевнуть. Да. Все отдал. Давайте так. Ладья B5, ладья B4. Правда, без конь D5 мне надо это все сыграть. Вот так. Вилку хочет, да? Нет, вилку мы не дадим. Вилку мы не дадим. Так. Так. Конь B2, да, надо играть? Конь B2 надо играть. Вот правильно сыграл. Так, сюда. И, наверное, ладья A2. Ой, ладья A2, конечно, не хочется играть, но... Что делать? Пошла пешка A и тут не развяжешься. Да. Печальный итог для белых, но... Закономерный. Спасибо за игру. Ну, вот такая ленинградская система. Сложный вариант, конечно. Но... Далось победить. Так. Самоучка. Можно дойти хотя бы до кандидата мастера? Ну, совсем самоучкой, наверное, нет. А если первый разряд есть, то дальше дойти можно. Так, это что? Опять Ильшад? Конь D7, да, как-то? Ну, что такое, ребята? Ну, что же вы это играете? Непонятно что. Он и Сумрак играл уже против меня. Какая была самая первая книга по шахматам? Хороший такой вопрос. Самая первая книга. Надо вспомнить. Вообще, по-моему, у меня не книги были первыми, а у меня были журналы. Был такой журнал «Семья и школа», по-моему, так он назывался. Вот. И там были вырезки. Даже не вырезки, а... Целые такие полноценные статьи, что ли, да, о шахматах. Для начинающих шахматистов. Так, слоны всем как-то хочется наказать соперника. Так, так, так. Ну, это, наверное, все-таки детские шалости. Ладно, давайте так пойдем. Вот. А потом была такая книга, как, кажется, не ступени, а шаг за шагом. По-моему, шахматы шаг за шагом Журавлева. Неплохая такая книженция. Давайте так попробуем. Так, попробуем. Хотим побить на F7. Играет типа ими что. Ну, вот что получается. Что тут получается? Непонятно, что получается. Конь в 5, кстати, я мог сыграть. Чего я не сыграл конь в 5? Понятно. Ну, слона закрыл совсем своего. Ну, как это? Ну, как это можно назвать, скажите мне? На милость. Что касается терминологии, какие названия дебют различаются с русскими? Я знаю про Пирца и Сокольского. Еще есть. Ну, вот русская партия, это защита Петрова. Например, русский гамбит, это гамбит Бенко. Наверное, даже не только дебюты, еще и дебютные системы отличаются. Поэтому, ну, вот на вскидку я вам такое привел. Помогите мне, пожалуйста, у меня 1850 элла, но нет репертуара против E4. Мне нужно что-то крепкое, но немного теории. Вам нужна целебная пилюля, да, как многие в нашей жизни. И чтобы немного теории, что-то крепкое. Я не знаю. Ну, вот играйте французскую. Вам надо что-то крепкое, играйте французскую. Она пассивненькая, но крепкая. Или каракан играйте. Что тут можно еще посоветовать? Так, макетского мы тут поставим. А вместе с ним Миша Брова. Наверное, поставим, если соперник заберет. Вот вам им отецкий. Спасибо за игру с Умраком. Так, Левчинский Антон. Смотрим, что нам Антон предложит. Как стать Магмусом Калсеном? Спросите у Магмуса Калсена. Надо много работать над шахматами, прежде всего. Ну, и иметь сильный природный талант. Так. Ну, даже если таланта сильного природного у вас нет, то все равно надо работать над шахматами. Тут вариант Андерсена, по-моему, да? Слон Ф6 ход. Ну, это классическая система. Так. Что-то задумался Антон. Непонятно. Е5 основной ход? Ну, ладно, давайте так. Карпов или Каспаров? Наверное, больше Карпов. Так. Ну, слон Д3 можно сыграть. Зачем бить на Д5? Предход я поставил. Да, теперь же как-то даже немножко неудобно говорить. Бросайте свои донаты, да? То есть, если за стрим бросают 10 тысяч рублей, то как-то уже и... Можно просто на этом не застрять внимание. Так. Пропеллер нужен. Ну, да. Чтобы быть Карлсеном, пропеллер нужен. Однозначно. 3-0. Ну, тоже хороший ход. Давайте я сыграю здесь Ф6, чтобы коня ограничить. Так. Слон Б5, да, наверное, сыграет. Нет, хочет на размин. Ну, пускай будет размин. Коневое какое-то окончание, наверное, выйдет при ладьях. Ну, сюда. Скоро моя партия, но я плохо играю. Что делать? Играть партию и не переживать. Я тоже плохо играю. Сравнительно. Ой, подождите. Ой, 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 ой. То чувство, когда поставил на ночь, заряжается телефон. Когда утром проснулся, я понял, что ты не полностью вставил зарядку. Да. Кстати, неприятно чувствовать. Тем более, что если этот телефон за ночь разрядился, а вы проспали куда-то на важную встречу. Да. Такие моменты тоже бывали. Ну что, как-то пытаемся охватить соперника тут на флангах. Но... Ну, аж 4, может быть, как-то. Может быть, как-то аж 4. Кобери, вот интересный коня тут есть. Ну, вот, отход, кстати, не очень-то интересный. Вот этот, что он сделал. Потому что я где-то могу пойти а4. Поддеть вот эту всю систему из двух пешек. Да. Ну, я, конечно, пожертвовал. Да, я пожертвовал. Но, наверное, эта жертва оправдается. То есть, на взятие я хочу пойти коня 5, конь c4. Там, правда, свои тоже нюансы есть. Но я надеюсь, что все-таки оправдается. Можно просто аж 4 пойти. Ну, правда, он потом король d3 пойдет. Если забрать, то я тоже король c4 могу пойти. Интересный вариант. А, вот сюда. Нет, ну, тут все-таки есть конкретная слабость. Я могу попытаться ее так подцепить. Тут есть защита. Да, в принципе, конь b1, но... Не знаю. Ну, две сразу пешки подвисают. Не знаю. Лошадиное окончание самое коварное. Ну, коневые, то есть, да. Ну, Батвине говорил, что коневые это как пешечные. Я возьму... Нет, тут, кстати, конь c3 на конь d4. Не так-то все просто. Действительно. Действительно коварное окончание. Вот почему не хочу французскую слишком ничейный. Не знаю. Я вот как-то пытаюсь здесь выиграть. Что тут ничейное окончание надо хорошо играть, конечно, если выиграть и французскую. Тут, в принципе, другого не дано. Давайте побежим к пешке а. Уже очень она мне нравится, эта пешка. Заберем на а3, потом отойдем королем. Правда, король d3 как-то можно пойти, да? Пытаться зажать. Но я думаю, я сыграю... Дальше h4 попробую. Или c6 пойду. Да, c6, наверное, надо. Рванул соперник. Не побоялся. А что будет, если я вообще коня выиграю в этой позиции? По-моему, я вообще коня выигрываю. Не обязательно тут гнаться за... Пешкой а3. Ну, тут, конечно, пассивное очень положение у коня. Тут другого уже и быть не могу. Пешка побежит, но конь ее догонит. А моя побежит быстрее. Моя побежит быстрее. Ну, что тут. Да, все тут закончилось. Будет до конца играть соперник. Но, в принципе, имеет право. Ну, такой красивый мат пешкой в финале. Спасибо за игру. Так, идем дальше. Димагио. Вот Димагио, Димагио. Фу, так. Подписывайтесь на канал обязательно. Потому что вот эти стримы, это в основном как раз и, можно сказать, подпитка для канала. Да, вот стримы, стримы, стримы. Это хорошо. На стримах очень много людей подписывается, поэтому... Не забывайте. Французская хитрая в хорошем смысле защита. Недооценишь, мало не покажется. Но вот... Недооценивать не надо. 10402. Ну, вот я хотел бы на этом стриме еще 50 человек набрать. Вот если бы еще 50 человек подписалось, было бы неплохо. А сицилянка, чтобы немного теории. Да, интересно. Так, Димагио, где же вы были? Вы же где-то там были. Ну, давайте тоже французскую. Раз уж за французскую мы зацепились, то... Кстати, вариант интересный. Вариант с Теннице. Ак, да-да-да, конь Ф3 тоже есть. Слон Б5 тоже есть. Почему французскую редко играет на высоком уровне? Ну, потому что дебют достаточно такой... Пассивненький, да? Крепенький, но пассивненький. Так, это что? Ну, давайте так. Так. Сколько в списке людей? 31 человек. Ну, в принципе, тут новые те, что подошли. Я еще... Я, конечно, их сразу не приму, поэтому... Надо ждать, надо ждать. Кто только недавно включился. То есть, список у нас, слава богу, не упал. Стрим упал, а список на месте. Поэтому все нормально. Так, Димагио. Димагио расставился. Вы помните игрока Fade, Александр Кудин? Ну, да, да, да. Помню игрока Fade. Игрока Fade помню. Так, ну, выигрыш качества, да? Тут уже призывают братишку, да? Нет, ну, ребята, человек и так уже на развитие канала отвалил бешеную сумму денег. Поэтому тут человек сам себе хозяин. Так. Бьем на B3. И создаем отсталую пешечку. Теперь мы ее яростно атакуем. C5. C5 забрали, забрали. Давайте C5. Конь C5 потом. И как он? Игрок Fade. Без понятия, как он. Это вы, Александр Кудин, игрок Fade? Я помню такой ник, но партии не помню, к сожалению. Сейчас бы, если бы сыграл, то я бы сказал, как. А ты участие принимал в живых турнирах, занимал места, заработок и инвестиции. Ну, вот сразу так, ты, ты, ты. Я, например, у вас вообще не знаю, кто вы такой. Так. Насчет какого-то такого живого проявления своих шахматных способностей довольно сейчас сложно. Ну, вот в последнее время играю в основном в интернете. Играю в основном вот так на стримах. В прошлом году проходил чемпионат города. Там я занял, там поделал третье, третье девятое место, занял седьмое по коэффициенту. То есть, сыграл вроде бы и неплохо, но в то же время как-то с очень сильными шахматистами, с топами не удалось сыграть. Ну, как-то так, в свою силу, может, чуть-чуть выше. Можно было бы, конечно, все бросить, поездить по Украине, поиграть. То есть, в этом, в этом тоже есть какой-то смысл. Но, видите, сейчас вот как-то немножко у меня другая, другая направленность по этому. Похвастать не могу, можно так сказать. Так, взяли. Забрали. Какая-то скучная партия получилась, честно говоря. Скучноватая. А у тебя есть хоть одна медаль? Да, медаль у меня есть. И не одна. И не только за шахматы. Фейт выиграл Александр 79 два раза. Ну, отлично. А я Александр 79 проиграл два раза. Значит, Фейт сильнее меня. А рейтинг, наверное, у него ниже, чем у меня. Вот такая вот, фактически, закавыка. В спорте это очень часто встречается, особенно в шахматах. Занимаетесь, занимаетесь еще каким-то видом спорта. Но из видов спорта, из физических видов спорта, у меня вот только купленные... Купленные такие вот гантели плюс штанга. То есть, то, что я купил еще в свое время. Вот. Занимаюсь периодически. То есть, чисто для здоровья, потому что на большее время просто не хватает. Так. Давайте, давайте. Что-то, ну, что-то, ну, как-то, ну, все. Все скучно тут, я не знаю. Тут же стрим не на вы же обращаться. Ну, ребята, не знаю, есть какие-то общепринятые нормы морали, этикета с незнакомыми людьми, как вы общаетесь. То есть, ну, вот в этом-то и проблема, я думаю, современного интернета. Что вот все думают, они пришли в интернет, они пришли кому-то на стрим, они могут тыкать всем, да? Я как бы не имею ничего против, но в основном, конечно, мне хотелось бы, чтобы люди как-то себя вели так, как и в жизни. Почему? Потому что если люди ведут себя в интернете так, как и в жизни, то они не хамят, они не ругаются, они высказывают свое мнение. А у нас вот так вот повелось, да, в русскоязычном интернете. В англоязычном-то на вы никто никого не называет, там просто ю и все, да, трактуй как хочешь. А у нас вот так получается. Вот из-за этого все и получается, что люди сидят там, могут себе позволить все что угодно. А начинается где-то примерно с этого. Вот, поэтому тут, мое такое мнение такое. Мое мнение такое. Так, Crazy Healer так. Ну и прогрессорить немного меньше, да. Да, ну это обычные дела, неудобные соперники и так далее. То есть вот у меня с Шурой не шло в свое время. Сейчас вроде бы полегче, но я не знаю, с чем это связано. Но на вы на руси только к врагам обращались. Ну, давайте вспомним еще что-нибудь, как было раньше на Руси, да. Иду на вы, да. Ну, давайте вспомним. Что ж. Так. Ну, коня, диска не теряется. Спасибо, Димачо. Ну, давайте посмотрим часу. Так. Ну, что-то я зачастил с Е6. Ну, как-то Д4 никто не играет. Так. Магнус мочит Гадира Гусейна. Вот, ну. Было бы довольно странно, если было бы наоборот. Владимир Каленков. Фух. Так. Слоник вышел. Интересный вариант. Ну, хорошо. Мой слоник тоже вышел. Забрали. И слоник вышел сюда. В этом был смысл маневра слон Д7. Получилось у меня тут... Да, может быть, Солнце 5 точнее был ход. А, ну, тут, видите, как-то вот... И Д4 можно было сыграть, а не хочет. Как-то немножечко соперник ограничивает себя, да, в возможностях. Ну, хорошо. Хорошо. Отошли. С кем бы вы хотели сыграть из современных шахматистов? Не знаю. Наверное, с Крамником. Тоже задают вопросы на стриме. Наверное, с Крамником. Мне, в принципе, Крамник нравится. Хороший такой шахматист. А, может, с Карповым бы хотел сыграть. Вот так вот. Можно сказать, с легендами мировых шахмат. Крамник, в принципе, тоже. Но он же еще и действующий шахматист. Активно действующий, можно сказать. Потому что Карпов тоже действующий. Но Крамник более активно действующий шахматист. Так. Фанис Мингалеев. Салям. Салям. Так. Чего тут дальше делать? Что же тут делать? Взяли-взяли. Так. Давайте вот так попробуем. У меня слон все-таки зажатый какой-то. Непонятный. Так-так-так-так-так-так. Вот видите, какой у меня рейтинг. 2 300. 2 300. Ужас. Раньше было 2 500. Сейчас 2 300. А в чем причина? Причина в том, что просто даже нет времени набить рейтинг. Сажусь набивать. Сажусь усталым набивать. Пытаюсь набить. Не получается. Потому что бьют меня. Я пытаюсь набить. А меня наоборот бьют. Так. Если я взял. Давайте. Что такое гамбит Владислав Свиридков? Это дебютный вариант. В котором одна из сторон. Чаще всего белые. Жертвуют материал. Чаще всего пешку. 2. А то и легкую фигуру. С целью получения перевеса в развитии. И в перспективе атаки на короля. Ну вот. В общем. Так. Хотя конечно. Можно получать и перевес в пространстве за это. И ограничение. Скажем. Подвижности какой-то из фигур. Ну. В целом. Примерно так. Владимир Калинков. У вас интересные партии в закрытой сицилианке. Долго изучали эту систему? Ну. Изучал. Может не долго. Играю очень долго. Кто лучше? Карпов или Фишер для меня? Ну. Фишер лучше. 2. 300 это очень много. Ну. Если было 2.500. То 2.300 это не очень. Так. Про очередь. Да. Про очередь. Смотрим на очередь. Нет. Ну. Опять же. Все вот это я уже объяснял. То есть. Люди которые уже давно. А. Вот. Кстати. Кстати. Новые подошли. Да. Новые подошли. Я вот помню. Крэйзи Хиллер. Егор. Подождите. Подождите. Что-то. А. Все-таки со списком что-то случилось. Немножечко. Он переформатировался. Я вижу. Юхфак. Бомбист. Мал. Олег. Стезин. Лос Медвед. Кашир. Роман. КФ. Золотой. Ядким. Ягдим. Вернее. Много Игоря. Вейрон. Сыгок. Мика Хакенен. Таймфо Фан. Крэйзи Хиллер. Егор. Аустерлиц. Фанис. Иван Искристиан. Кирсаныч. Теллер. С тремя буквами. Владимир Тимошкин. Кауа. Сжака. Джаст Пэдзер. Дрим Эвейк. Мурзик. Айдарик. Фейт. ФЖТ. Сив. Мурасока. Ну у вас конечно и ники. Ребята я вам скажу. А почему не побил коня? Кстати. Давайте так. Кто подошел. Ведь у нас называется стрим. 3 плюс 2. 3 плюс 2. Поэтому все у кого не 3 плюс 2. Я их буду вырубать. Вот Мурасока. Пересоздайте. Все равно в конце списка. Джаст Пэдзер. То же самое. 5 плюс 3. 3 плюс 2. 3 плюс 0. То же самое. Владимир Тимошкин. Не успею с вами так сыграть. Это будет быстрее конечно. Но мне так абсолютно неудобно. 3 плюс 0. Почистил немножко я этот список. Ну зачем так было играть непонятно. Ну взял бы коня да и всю. Сколько основных дебютов следует знать. Сколько основных дебютов следует знать. Ровно столько что вы себя комфортно чувствовали в дебюте. Когда новый комп новый микрофон будет. Нет. Ну я не знаю. У меня есть вот камера. У меня есть там микрофон встроенный. Я думаю пока на этом мы остановимся. А что там будет дальше. Ну может надо будет какой-то супер микрофон. Да. Как будто я тут певец. Да. Какой-то. Простой шахматист. Может и надо будет. Я не знаю. Пока вроде бы все нормально. То есть люди видео смотрят. Не ругаются. Так. Скучная партия. Зато дал на комментарии ответить спокойно. Ну да. Так и есть. Откуда твоя основная шапка канала? Это какие-то соревнования были? Ну. Основная шапка канала. А просто вот год назад решил вот так вот забацать такую шапку и все. То есть тут никаких работ не проводилось специальных. Поэтому как есть так и есть. Шапки нету. Интро нету. Зато информация о канале хорошая. Оу и Фанис. Фанис у Ингалееву нравится. Так. Смотрим. Югфак. А. В описании. Ой-ой. Да. Я понял. Я описание не то добавил. Ай. Но это из-за того, что стрим сегодня не тот. Понимаете? Да. Надо в описании будет поменять. Это я просто со старого стрима описание взял. Ладно. Давайте комбит гроба. Поэтому давайте 3 плюс 2 все-таки. Последний стрим был 3 плюс 2. И этот тоже 3 плюс 2. Смотрите на название. Там вот конкретно написано. Просто я пересоздал стрим. Не успел все это исправить. Тут уже сейчас не буду исправлять. Да вы топ стример. Можно не за дорого хороший микро купить. Но я не знаю. Я никогда смотрю с Мири. У нас очень... С ней очень микро слушать не хочется. Просто для информации. Нет. Но мне вот тут посоветовали, что можно купить наушники с микрофоном. Чтобы вот так вот было, да? Как типа шлема, да? Но я не успел просто. Были ли вы в Жмеринке? Только проездом на вокзале. В Шепетовке я был. А в Жмеринке может и не был. Может и не был. Не помню. Да, не успел я переделать эту информацию. На коленке делал стрим, можно сказать. Так. Да, то есть вот опыт показал, что все-таки опера как-то не пошла, да? То есть раньше такого не было. Ну, значит, оперу мы не будем использовать для этого всего изобразия. Так. Ну, что тут этот? На развитие как-то, да? Если я сюда, то взял-взял. Давайте вот так попробуем. Какие только названия у дебютов нет. Ну, в основном дебюты называются по имени создателя или по каким-то географическим признакам. Это такие мои личные наблюдения. Так, давайте заберем. Так. Демагио. Да. Удачи, спасибо. До решения задачки вы приходите. Потому что задачка очень интересная. Где-то около полуночи будем решать. Где сейчас Василий Иванчук? Без понятия. Так. Пролистать. Сейчас попробуем пролистать. Смотрим в конец списка. Муросоко 3 плюс 2. Тейлер остался. Хав, Сив, ФЖТ. Ну, Муросоко все нормально. Я так понимаю, это вы, да? Маль, Муазамов. Так. Забрали. А чего тут такого интересного? Непонятно. Странненько. Алексей, не в тему, но какую вы предпочитаете литературу для чтения? Есть рекомендация, что прочитать. Орбен Даллас. Это по шахматам литература для чтения? Или вообще, в целом? Вы как-то уточните. Так. Не знаю, будет неудобно в этой шлеме находиться в постоянстве по виду и по здоровью. Но выбор за вами. Кстати, да. Неудобно долго стримить. Ну, я не знаю. Да, вроде бы я себя чувствую неплохо. Наверное, будет хуже. Не знаю. Почему Индия единственная... Азиатская страна в названии дебютов. Станислав Качанов. Интересное замечание. Почему единственная страна в названии дебютов. Кстати, рокировку хочет сделать. Так. Солнце 2, наверное, не то. Забрать здесь. А, ну так давайте заберем на D2. Почему бы нет? Почему Индия единственная страна? Староиндийская, новоиндийская защита, да? Не знаю. Наверное, потому что шахматы в Индии изобрели. А потом они перешли в Европу. И там уже стали развиваться. Мне так кажется. Вы знаете шахматную задачу Пин Роуза? Ну, когда-то, я помню, достаточно немало там тысяч просмотров. Именно поднял на одном видео. Даже где-то 20 тысяч. Потому что для моего канала тогда даже не пятитысячника. Это было достаточно много. Поэтому шахматную задачу знаю. Но, насколько я понимаю, она решается совершенно как-то так. Непонятно. То есть, что-то решил пошутить шахматист, профессор. Насколько субъективные турниры с нокаут-системой? Где ты выигрываешь у противника? Значит, противник слабее следующего оппонента. Не знаю. С нокаут-системой тут ничего нельзя предусмотреть. Японская защита. Нормально. Сегодня у нас был гамбит Деда Мороза. Говорили про стримы на Новый год. Или контр-гамбит Снегурочки. А вот еще такой вариант. Интересно. Японская защита. Защита на Камуры. Это будет японская защита. Коня нужно было брать. Русская партия, английское начало, французское начало. Русская партия, английское начало, французское защит. Коня надо было брать. Ну, сейчас вроде бы взял коня. Но, наверное, не того. Наверное, не того. Ага, сюда. Так. Ага. А если я заберу? Мат какой-то, что ли? Нет, конь Д6 это я заберу. Так. Шаг. Сюда. Туда. Ну, давайте, наверное, так попробуем. Сюда. Сюда. Ферзаж 2 надо ходить. Нет, не нашел ферзаж 2. Ну, давайте тогда порезвимся вот таким вот образом. Что со звуком? А что пошло не так в первой попытке стрима? Ну, я не знаю, что-то пошло не так. А что именно, непонятно. Спасибо, Юхфак, за игру. Ну, вот не получилось здесь с грубом. Так. Форфан. Ну, Форфан, кстати, не такой слабый шахматист. Видите, неплохо очень разыгрывает здесь. Защиту Пирцева, Фимцева. Давайте Фенкетта. Это система с Фенкетта. Достаточно. Я давно ее играю. Время от времени. С5, Е5, да? Какие ходы тут есть? Блокировка. Е5. Да, конфигурацию нового железа я определил. Примерную. Но она еще требует уточнения. Стрим с тихой музыкой. Владислав Свиридков. Может быть и можно сделать, но у меня постоянные напряги с этой музыкой, чтобы не попасть под бан. В чем успех Мауса Калсена в большом природном таланте и в бешеной работоспособности? За музыку плюс YouTube радио не забанят за авторские права. Ну, не знаю. Может быть и можно. Ну, вот С5 ход довольно странный. Его надо было раньше делать. Странный, странный ход. Держку потерял просто. Есть ли среди родителей ваших учеников шахматисты? Да, обычно шахматисты и приводят своих детей. Ну, часто так бывает. Часто так бывает. Поэтому тут не стоит этому удивляться. Так. Так, 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 так. Не надо музыку. Каждый сам сможет включить нужное. Ну, да. То есть, шахматы, в принципе. Конечно, если там стримить какие-то игры, скажем, ну, такие общепринятые, да, можно сказать. То можно и с музыкой. Я думаю, шахматы сами по себе хороши. Процессор какой? Ну, давайте я конфигурацию тут не буду обсуждать. У меня есть люди, с кем я обсуждаю конфигурацию. Такие делам. Так. Ну, что, С5, где-то Е5 ход есть уже, да? Такие вот дела. Такие вот дела. Ага. Так. Е5 попробуем. Не могли бы еще прокрутить список, узнать, есть ли в списке ник Амал? Сейчас посмотрим. Есть ли в списке ник Амал? Амал, Амал, Амал. Это в конце должно быть, да? Амал я так не вижу. Ванька, Дкарт, Джон Потти, Владимир Тимошкин. Попался. Да. Фейт. Амал я что-то не знаю. Амал не было и уже не появилось. Так. Забрал, наверное. Тут как-то не так. Там на H3 что-то подвисает. Так. Я тебе хочу посоветовать, что если затемить экран, то у всех и у вас энергопотребление станет меньше. Выгодно смотреть для тех, кто смотрит стримы с телефона. Ну, наверное, так. Но, наверное, сейчас я не буду этого делать. Да. Может, действительно стоит затемнить, чтобы не так ярко было. Стромы, да? Стромы это сильно. Стромы это уже было где-то. Кто я по образованию? Инженер железнодорожного транспорта. Я по образованию. Давайте я заберу вот эту. Вот этого вот слона. Надо бота в чат, чтобы по команде показывал номер в списке. Есть программисты в чате? Хм. Интересно. По команде номер в списке. Это еще более круто, чем я думал, что можно организовать в этом случае. Так. Ну, давайте назад. Просто отойду, да и все. Остану с двумя слонами. Так, 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 так. Карлсон унижает Гусейнова. Что ж такое? Ну, тут уж как кто играет. Как кто играет. Так. Ну, давайте сюда. Зачем затемнять? Кто хочет, может сам себе затемнить. Тоже, в принципе, правильно. Тоже правильно. Туда-сюда. Нет, туда-сюда мне не устраивает. У меня же лишняя фигура. Если я не в ничью сделал, это уже хороший результат. Так что всего одну ничью сделал, что-то. Ужас. Да, это действительно как-то неприятно очень. Если всего одну ничью сделал. Буду, ребята, я с вами играть. А то попаду на Магнуса Кайлсона. А то спать не буду. Долго. Так. Партии, которые произвели на вас наиболее сильное впечатление, кто с кем играл. Ну, наверное, первая это партия Каспарова. То есть, Крамника против Каспарова. Это был Блиц. Там, где Каспаров пожертвовал ферзя. Она у меня на канале есть. Одна из самых первых моих партий, которые разобрал. И там даже, там даже есть стихотворение. Один из подписчиков его написал. И я его прикрепил первым. Вот такой мат пешкой. Спасибо за игру. Бомбист. Ну, какая еще партия? Вот Стеннис Борделебен мне партия нравится. Вот мне, в принципе, интересны эти партии чем? Тем, что вот сейчас как-то, если проходят какие-то комбинации, они обычно какие-то стандартные. То есть, похожие одна на другую, штампуются. Ну, вот и выиграть, и хоть какую-то комбинацию провести, в наше время это уже достижение. А посмотрите Стеннис Борделебен. Когда такое проходило? Чтобы ладья танцевала по седьмому ряду там. То есть, совершенно оригинальная очень комбинация. Тут даже и думать не надо. Как в наше время может кто-то повторить вот такое вот? Непонятно. Ну, смотрите, вот как раз у нас английское начало. Такой вязкий очень дебют. Видите, что получается? Какой-то Ёж получился, да? Ну, я, правда, Е5 не сыграл. Похоже на Ежа немножечко. Смотрели ли вы Ельмана? Ну, наверное, Ельман это один из людей, который сподвиг меня к съемке вот таких видео. Поэтому, конечно, смотрел. Ласкер Чегорин, кони против слонов. Тоже хорошая партия. Ну, тут можно много вспомнить, конечно, партий. Очень много партий. Так, мне она тоже, кстати, нравится, как он так ограничил этих слонов. Причем полностью закрыть позицию Ласкеру, вернее, Чегорину не удалось. Но он как-то постоянно ограничивал. Так, ну что, бомбист думает. Чем мне, кстати, бить? Можно бить пешкой на Ф6, можно бить конем. А, не хочет бить. Тоже вариант интересный. Давайте заберем. Конь Д6. Да, наверное, на это рассчитывал мой соперник. Ну, ничего, ничего, ничего. Так. Если конь Д6, то ладья отошла. Это надо играть. Ладья Д8. Да, ладья Б8, ладья Д8. Задумал недобрый мой соперник. Вы используете семифигурные таблицы Ломоносова? Только шестифигурные в интернете. Семифигурных у меня нет. Так, взял, взял. Слона получил, да? Надо 4 как-то поменяться. Слона в 3 пойти. Хорошая идея, кстати. Думает соперник. Ну, вот он в шахматы играет, а я просто читаю чат. Пока. Так. Так, а если я побью? Ага. А он побьет. И я побью, и он побьет. Если я побью, и он побьет. То я побью, и он побьет. Да. За фигуру у нас получается сколько пешек? Очень мало пешек. Всего 2. Всего 2 пешки получается. Всего получается 2 пешки. А если сыграть Е5? А если пойти Е5? То он заберет. Я забрал, он заберет. Ну, давайте попробуем Е5. Защитить коня ферзем. Попробуем вот так. Правда там какой-то ход слона может появиться. Мы посмотрим. Съели, съели. Да. Съели, съели. Напали, напали. Карл Сен-Гусейн в 9.5 на 1.5. Ну, видите. У меня часто дети спрашивают. А какое самое высшее шахматное звание? Я говорю, гроссмейстер. А вот чемпион мира. Это как бы кто? Я говорю, ну тоже гроссмейстер. Но при этом есть гроссмейстеры сильные. А есть не очень сильные. Вот вам и Карл Сен-Гусейн. Почему не изобретаются новые дебюты? Можно ли это считать дебютной смертью? Ну, не знаю. Почему, например, не выводятся какие-то новые теоремы? То есть не появляются какие-то аксиомы. Может быть, новые. То есть уточняются старые, не появляются какие-то принципиально новые. Потому что уже люди поработали, покопали. Обычно так. Смотрят 180 лайков 70. Давайте поднажмем по лайкам. Давайте поднажмем. Изобретает только стокфиш. Ну, можно так сказать. И подписываемся. Не забываем подписываться. Потому что подписка как-то у нас уже остановилась, я вижу. Это не хороший признак. А если я ладья Е7? Или сюда? Так, сюда, туда. Нет, давайте, наверное, как-то вот так. Чтобы не было связки там. Связка неприятный момент. Вот пытается соперник что-то изобрести интересное. Я просто играю руками. Так, вот он напал на коня. Вот он напал на коня. Конь может отойти, правда. Но неудобно отходить, честно скажу. Конь С3, правда, если ход. О, такого хода я не заметил сразу. Соперник его видел. Ну, хорошо. А если я побью, он побьет. А если я Е4? Он взял. Я взял. Нет, не подходит. Давайте так попробуем. Давайте так попробуем. И заберем на С4, если что. Ну, а если я забрал. Так, и конь где-то под ударчиком. Ну, хорошо. Давайте пока так. Конь временно не под ударчиком. Конь временно не под ударчиком. Так. Так, хорошо забрал. Все-таки у меня преимущество в структуре. То есть, все эти перипетии привели к тому, что структура у меня лучше. Это хорошо. Еще и времени больше, да? Еще и времени больше. Теперь вышел сюда. Так. Метит на С6, да? Метит на С6. Ну, давайте так поменяемся. Или вот так пойдем? Надо аккуратненько. Если я так, то он так. Так, так, так. Ну, давайте, наверное, сначала вот так. Не будем меняться. На более сложную, наверное, будем идти. И где-то надо пойти G6. А, если G6, то он сюда. Хорошо. А если я вот так пойду? Так, закрепил. Угу. Угу. А если я вот так? Быстро играет. Быстро играет. Смотрите. А этот зачем ход сделан? Давайте я сюда пойду. Не зеваю ли я здесь чего-то? Нехорошего. Похоже, зеваю. Может и нет. Дальше шаг это всего лишь шаг. Так, ладят С1, ферзь, А1. С1, ферзь, А1. А, и время закончилось. Ну, интересная была партия. Просто минус соперника был в том, что он пытался слишком сложные шахматы. А в блиц, конечно, это может оказаться наказуемо. Так, ну что? Мал 201. Мал да удал, да? Что у нас по подпискам здесь? 10, 398. Даже 10, 400 нет. Нехорошо, нехорошо, конечно. Нехорошо. Надо бы подписаться, ребятки, надо бы подписаться. Алексей, почему-то вам запрос не могу отправить. Ну, Равшан, не знаю. В прошлый раз у нас все получалось, я ничего не менял. Почему нельзя запрос заправить? Запрос отправить непонятно. Так, ну что, давайте каменную стену попробуем сыграть. Есть такой дебютный вариант. Ну, хотя это размен сразу на Д5, он не самый главный здесь. Как дебютная линия, попытаемся атаковать. Кони 4. Как вы считаете, если бы не придумали шахматы, что-то изменилось бы? Что-то изменилось бы? Глобально, я думаю, ничего бы не изменилось. Ну, то есть, наверное, нет такой сферы жизни, вот, которая бы реально была, была бы, ну, то есть, отсутствовало бы, да, если бы не было шахматы. Мне кажется так. Равно, как и многих других сфер человеческой деятельности. Так, G5, G4, накат, 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 накат. Так, не хочет наката давать мне здесь соперник. Ну, а я, наверное, все-таки заберу. Хотя, взял, взял, шах, сюда. Давайте вот так попробуем. Так. Так. Спасибо Владиславу Свиридкову за оценку позитивную моей деятельности. Есть же ГО, так что, если бы шахматы не придумали, изменилось бы немного. Ну, может быть и так. Может быть и так. Конь Е4, кстати, почувствовал неприятность и неприятное давление этого коня. Соперник мой. И вот такой вот ход сделал. Так. Ну, хорошо, давайте заберем. Почему бы не забрать? Это же приятно. Так, а если я пойду вот сюда, то он туда. А давайте, наверное, сначала пойдем вот так. Вот. Попробуй. Элегантно, непринужденно вышла ладья атаковать. Ну, что из этой ладьи получится, непонятно. Будет это элегантно, непринужденно? Или это все-таки будет как-то уже очень надуманно, да? Ну, давайте заберем. Я не хочу тут бить. То есть, сейчас под боем два моих слона, да? Смотрите, как интересно получилось. Не знаю, не знаю. Конечно, можно было на Е5 просто побить, но я хочу мат поставить. Если он возьмет на Аш3, а сюда, кстати. Кстати, очень недурной выбор, я вам скажу. Очень даже недурной выбор. Я хочу пожертвовать. Сыграть слон Е5, потом он побьет, потом ладья Ж6. И там где-то будет Матецкий. А давайте вот так сыграем. Я, конечно, понимаю, что тут есть какие-то еще ответвления. Если я побью на Е5, он бьет на Аш4. Я играю сюда. Он отходит сюда, шах. Он отходит сюда, шах. Может не хватить, кстати. Если я побью на Е5, он побьет Ферзя. А там, конечно, ладья Ж6, слон Ж4 есть. Я побью слоном, он взял, взял, взял. Но, в принципе, я все равно там порвану по фигурам атака. Если я сыграю слон Е5, забрал шах, король отошел. Дальше шах слоном, король отошел. Но вечный-то есть, конечно. Я отошел, он отошел сюда. Ну, похоже, нету там ничего. Слон Аш2, он побьет. Нет, похоже, слон Е5. Это я перегнул палку. Слон Е5, забрали на Аш4. Если шах, король отошел. Шах, король отошел. Ну, только на Ф3, да? Король отошел. Не получается. А может, просто ладья Ф8 пойти? А давайте попробуем. Я не знаю, что это будет. Но точно должно быть что-то. Попробуем. Вторую ладейку подведем сейчас. Ферзя пожертвуем и подведем. Ай. Слон Ж5 проще. Ну, может быть. Ну, надо принять жертву. Надо принять жертву. Да, Ферзь Ж5. Там это все было. Наверное, выигрывала сразу. Но мне хочется пожертвовать. Посмотрим, что получится. Ферзь Ж5, конечно, хороший ход. Давайте шах. Фух. Ну, наверное, один ход. Да, сюда. Теперь вскрытый. И в этой позиции я думал. А, кстати, там еще пешка у него. Оу. Еще и пешка. Да. Ну, тут вечный шах есть. То есть, Ферзь Ж2. Король отошел. Отошел. Сюда. То есть, хоть так, хоть сяк. Слон Х2. Это он пробил на Ф3. И я в печали. А если сыграть ладья Ф8? На этот мой был расчет. Держаться. Давайте сыграем ладья Ф8. Такая позиционная атака без ферзя. То есть, без чистого ферзя я пытаюсь здесь выиграть. Да. Ну, конечно, сам навлек на себя эти все беды. Не знаю, что тут получится. Могу вполне и проиграть. А если не проиграю, то... То может быть что-то интересное. Ну да, тут в принципе можно побить на Ф3. Это понятно. Томас Браун. Ну, вот эти 10 тысяч часов, их где-то вы нашли. Это... Я даже не знаю. То есть, люди считают, что какая-то должна быть пилюля целебная. Не знаю. То дело, как вы потратите эти 10 тысяч часов. Не обязательно, если вы будете наигрывать 10 тысяч часов, вы станете КМС. Не обязательно. Просто заниматься надо своим делом. И там будет видно. Так. Слон Х2. Ой, подождите. А Слон Х2, как парировать? Какой-то шаг есть, что ли? Ну, Слон Х2. Подождите. Слон Х2. Что-то я не увидел здесь. Я же хочу мат на Ж1 поставить. В этом была моя идея. Тут, кажется, от мата защиты это нет. Смотрите, какая партия получилась. Позиционная атака без ферзя, фактически. Такие вот дела. Что делать? Нет шаха ни одного. Вообще нет защиты. Куда ни кинь, всюду клик. Да? Все, сдался соперник. Спасибо за игру. Вот такая голландская защита. Идем дальше. Так, Алекс Тезин. Алекс Тезин. Алекс Тезин. Ну, что? Ну, давайте что-то другое. Давайте все-таки Пирца Уфимцева попробуем. Я тоже смотрел этот дебют. Ну, соперник не хочет. Видите, как он в Крачево играет. Ждем эту партию на Ютьюбе. Ну, я же для этого играю так, ребята. Вы же видите. Позиционный шахматист пытаясь себя перебороть и создавать что-то красивое. Понятно, что там можно было на Ф3 треснуть в любой момент. И партия бы затянулась. И на Ютьюбе дальше она не попала. Но, раз уж мы играем здесь с вами для удовольствия, почему бы не сыграть именно так. Как пристрастить ребенка к математике? Ну, как вам сказать. Тоже интересный вопрос. Как пристрастить к математике? Примерно так, как с шахматом. То есть, у меня вот есть очень много детей, которые занимаются и шахматами, и математикой тоже увлекаются так, на каком-то своем уровне. Тут все от желания зависит. Если ему это не нужно, то как его пристрастить? Не знаю даже. Платить деньги за хорошие оценки? Ну, тоже. У меня вот есть дети, например, вот мне мама сказала, что если я выполню разряд, то она мне купит роликовые коньки. Одна девочка сказала. Ну, я вообще не против. Лишь бы ты в разряд выполнил. Так, идем дальше. Так, а что будет, если я возьму, а потом D4? Мне это интересно. Давайте заберем. Сюда. Забрал, забрал и ферзь D4, да? Забрал, забрал и ферзь D4. Да, какие-то стандартные очень мотивы здесь проходят у меня. Не знаю. Не знаю. Забрал. Тоже забрал. Так, что же дальше? Здесь я заберу, потом туда. Ну, пойти в такие какие-то простые шахматы. Турнир лучше. Турнир по субботам, но в эту субботу будет как раз сеанс одновременно игры. Приходите, кто хочет поучаствовать. Турнир лучше. Задайте вопросы. То есть, вот этот стрим в основном для того, чтобы задать вопрос. То есть, на турнире все играют, я понимаю. Но, видите как. Задайте какой-то вопрос, который вас интересует. Что-то интересненькое. Может, расскажете что-то в чате интересненькое. Это общение. Для этого стримы создают. И общение. На следующий раз надо обязательно себе записать, чтобы как-то попытаться вывести очередь. То есть, вывести очередь, чтобы было видно. И мне будет видно, кто там следующий подходит. Чтобы не пролистывать это все. Так, рокировку сделаем. А, тогда он заберет. Ай, как больно мне. Не хочется, конечно. Ладно, давайте так. А что, надея Е1 пойдет? Так, ну хорошо, сюда пошел. Сегодня легко играется? Да, честно говоря, занятий много сегодня было. Наверное, как-то легко. Пока не очень сложно. Так, что у нас по вызову? Лос Медведка, Широв, Роман КФ, Золотой. Ятки, много Игорей. Вейрон Юэй. Сигок. Мика Хакинин. Таймфу Фан. Крейзи Хиллер. Егор. Аустралиец. Фанис. Иван Искристиан. Кирсаныч. Кауа. Ижаско. Или что это? Дримвейк. Дримвейк. Айдарик. Фейт. Фжатай. Сигок. Хафт. Эллер. Владимир Тимошкин. ДКК. Ванька Александра Вейк. Дагалиур. Анатолий Сомов. ЧСГГ. ЧСГГ. Пересоздайте, пожалуйста. Там, может быть, написано, что 5 плюс 3. Ну, все-таки, старую информацию я взял в стрим сегодня. Поэтому, пересоздайте. Так, а где моя лишняя фигура? Ну, где должна была быть лишняя фигура? А, это ладья осталась, да? Ужас. Как вы думаете, Карсон или кто-либо? Карсон или кто-либо? Наверное, Карсон. Я имел в виду про вас. Вы же играете уже около 10 лет и КМС. Почему не хотите развиваться? А, почему не хочу развиваться? Так я развиваюсь. В своем каком-то определенном ракурсе. Книги по шахматам. Рейтинг 1800. Дальше что? Ну, что вам сказать. Мою систему читали? Нет. Панченко. Теория практика Миттельшпиля. Что еще можно придумать? Панченко. Теория шахматных окончаний. Теория практика шахматных окончаний. Да, ну вот не сдается. Не сдается соперник. Что-то из этой когорты надо выбрать. Вам. И будет все окей. Изучить надо, конечно, к ней. Без ладьи, конечно, тяжело. Ладно. Математика для всех. Работу учитель математики у нас учился парень, который в прошлом году стал чемпионом Европы среди юноши. Когда он был в восьмом классе, играли с ним в Блиц и выиграл. Так. Ну, прекрасно. Нормальное название канала. Математика для всех. А у меня шахматы для всех, а у вас математика для всех. Вот такие вот пироги. Что ж такое? Ну, не сдается соперник. Да и все. На что тут расчет? Математика для всех. Интересный канал. Ну-ка посмотрим, что тут у вас делается. 74 человека. Интересно. А видео? Ого. Ого, как интересно. Он будет глянуть, зайти. Занятия, занятия. Ну, как-то просмотров мало. Три месяца назад просмотров мало. Ага. 74 человека. Решение различных задач ЕГЭ, ОГЭ по математике. Похожие каналы, шахматы для всех. А почему это похожие каналы? А, потому что для всех, да? Интересно. Так, я чуть не вышел с Ютуба. Хотя, в принципе, можно Ютуб закрыть. В такой ситуации. Так. Сегодня в ничью сыграл математика для всех. Ну, что ж, прекрасно. А, в ничью там было... Там было... У нас разноцветные слоны, по-моему, были, да? Да, настырный очень соперник. То есть, верит в свою звезду. Конечно. Разочаровывать мы его не будем. Так. Так. Когда у вас канал создан, интерес? 3 мая 2015 года. Так. Что такое? Пата не будет здесь, да? Хочешь, чтобы я мат поставил, да? Ломай меня полностью, да? А я, кстати, мат красивый тут могу поставить. Ай-яй-яй. Ай, немножко не получилось. Ладно. Давайте вот так. О, мат. Все, спасибо. Ну, дело... Дело должно было кончиться матом. Так. Идем дальше. Идем дальше. Лос-медвед. Лос-медвед. Привет, медвед. Так. Е6. А, конь против слона в начале. А, я понял, да. Там, где был позиционный перевес. Патомат, да? Патомат. То есть, запатовали, а потом получился мат, да? А вообще, расскажите вот про математику конкретно. Какие вообще в математике, в сфере математики на YouTube есть возможности развития? То есть, вот я вижу много каналов по решению вот этих тестовых задач, да? То есть, вот единый государственный экзамен. Что-то, какие-то стримы по математике можно проводить или еще что-нибудь такое придумать. То есть, таких вот каналов с разбором задач очень много. Одни разбирают, так как-то более интересно, другие менее. Но как-то, ну, больше на этом все останавливается, я так понимаю, да? Так, Денис, неважно. Здравствуйте, вы знаете Диму Кононенко? Он тоже из Днепра шахматист. Ну, понимаете, Дмитрий Кононенко, международный гроссмейстер, не просто шахматист. Ну, как знаю, лично не знаком, но, конечно, знаю, что есть такой шахматист. И, вот, то есть, один из немногих гроссмейстеров у нас в городе. Как же не знать? Так, ну что? У нас город, в принципе, не такой большой, чтобы гроссмейстеров не знать. Так. Ну, что-то на какие-то вскрытые. Смотрите, ну, как-то, ну, точно, ну, без коня, да. Да, быстро мы бы сыграли, да? Что получили белые за пешку? Белые получили, ничего не получили. Получили отсутствие легкой фигуры. Приложение для Google Chrome. Ну, ребята, это уже, это уже вы как-то подработаете. Если кому-то интересно, ну, напишите какую-то программу, еще что-то. Я не умею, честно говоря. Я немножечко так, на C++ программирую, но я так понимаю, что эти мои знания тут не помогут. Так. Добрый вечер, Сергей Воинов пишется. Кажется, вы упоминали, что в работе такие в клубах еще параллельно с другими тренерами. Кто из них самый активный практик? Например, идет чемпионат города по классике. Ну, кто из них самый активный практик? Ну, и что? Алексей Чабан, наверное, да? Активный практик. Активный. Николай Еремин. Активный практик. Активный. Я вот, видите, какой я активный. Активно-пассивный практик, да? Можно так сказать. Вот как писали по томат, вот примерно это про меня. Вроде и шахматиста, вроде бы и сижу, играю здесь, да? Там слон F4, фигула D5, да? Стримы проводят. Я, правда, не делал. Я разбирался на более-менее сложные задачи, чтобы те, кто хочет развиваться, могли пользоваться как видеоучебником. Ну, я, конечно, тут далек от каких-то советов именно в сфере математики. Хотя сам тоже разбираюсь в ней неплохо. Но, наверное, я бы посоветовал вам, вот как начинающему каналу, разбирать более простые задачи. Потому что я тоже начинал год назад рассматривать какие-то сложные примеры в сфере шахмат. Какие-то сложные видео пытался делать. Но там было 3 лайка, 100 просмотров. И на этом все кончалось. Поэтому, конечно, если вы хороший специалист, рассматриваете вот эти примеры, попробуйте поднабрать людей на простых каких-то задачах. А потом вот это зайдет уже лучше. Вот. Поэтому я пытался снимать видео и про Ботвинника, и про Капабланку. Да. Как-то их меньше смотрят, чем видео про Калсона и Каспарова. Поэтому это никуда не денется. Надо, конечно, развивать. Так. Смотрим дальше. Почему не забрал Ферзя? Не знаю. Не забрал. Сколько стоят уроки? Пишите на почту или ВКонтакте. Амаль. Пишите. Зевнул взять Ферзя. Интересно. Так. Какой у меня IQ, Томас Браун? Ну, вы слишком увлекаетесь численными какими-то измерениями. Я не знаю, какой у меня IQ. Я не проверял. Так. Так. Маты не шахматные в бан. Не шахматные маты в бан. Спасибо за игру. Ребята, просьба большая. Не затягивайте. Да. Я могу зевнуть где-то что-то прозевать. Наверное, от того легче не станет. Ни мне, ни вам. Так. Е4 пробуем. Спасибо за ответ. Хотя, считаю, перечисленных тренеров нашими завербованы 11-й школой. Так. Ну, я не знаю, кто тут кем завербован. Не будем вдаваться. Подробности. Ну, как оно получается? Шахматист есть шахматист. Где бы он не играл, где бы он не тренировал, это шахматист. Добрый вечер. Не расскажете за варианты с ходом БЦ в размену вариантов испанки? Слышал упоминания, идеи хода не совсем понял. Ну, да. То есть, если черные играют не ДЦ, а БЦ, какие там варианты? Там есть одна ловушечка очень интересная. Я, правда, сейчас ее показывать не буду. Неудобно. Но если кто сыграет БЦ в испанке, я попытаюсь показать. Правда, она за черных. Вот, ну, там какие идеи? То есть, БЦ к центру взять, где-то мы, ой, ну, да. Где-то мы, получается, Д4 играем, бьем Ферзем, Ферзь Ф6, Е5, Ферзь Ж6, там какие-то Слон Ж5 и так далее. Ой, подождите, а что я тут сделал вообще? Я хотел фигуру выиграть, даже пешку не выигрывая. Ужас какой-то получается. Ладно, давайте в Эншпиль что-то говорить. Так, в стриме нет ничего по 3 плюс 2. В стриме нет ничего по 3. В описании 5 плюс 3. Ну, ребята, кто первый зашел, я стрим делал после падения сегодня. Падение первоначального стрима. Поэтому большая просьба 3 плюс 2. Но если уже 5 плюс 3 прислали, ну, уже не буду удалять. Уже ладно. Моя ошибка, поэтому уже удалять не буду. Так. Ну, что тут творить? Давайте Д4 попробуем. Понимаю вас, просто пока за раскуткой канала не гонюсь. То есть, делаю это для своих учеников, чтобы как-то им помочь. На уроке всего не успеешь. А, тогда другой вопрос. Да. Тогда, тогда тут немножко другие цели. Это понятно. У меня, в принципе, тоже канал в основном где-то должен быть ориентирован на обучение. За раскруткой вы не гонитесь. Ну, надо будет посмотреть. У меня на канале не хватает видео, фрагментов видео с турниров. Ну, как вам сказать. Есть такого типа контент у меня на канале. Но проблема в чем? В том, что его делать очень-очень трудоемко. Можно так сказать. То есть, на одно такое видео часа три уходит. А то и больше. Поэтому, все-таки, не хватает? Да, не хватает. Я понимаю. Но, это трудоемкий процесс. Так вот, сразу за полчасика, за час такое видео не запишешь. А сейчас времени картософически не хватает. Может, чуть попозже как-то попустит. В этом плане. Так. Кто русскую так играет? Не знаю. Ну, тут больше на Биноне, похоже, что-то, да? То есть, если бы тут пешка на Е4 еще стала. Так. Отошел. Ну, хорошо. Давайте так. Почему французскую редко играет на высоком уровне? Зендер Милан. Ну, отвечал уже сегодня на этот вопрос. Скорее всего, из-за того, что она пассивная достаточно. То есть, на активную игру тут трудно надеяться. Ладно, давайте как-то. Как-то вот так, что ли. Ну, с лишней фигурой, конечно. Ну, на Д6 надо бить, конечно. Ну, опять, видите, опять теряю время. Ну, просто можно было, конечно, сдаться. Значит, новую партию. Ну, тут трудно. Да, да, да. Так. Русский Бенони. Ну, нормально, да. Русский Бенони. Ну, тоже интересное название Бенони. Да, вот что такое Бенони. С большой буквы пишется. Кто-то думает, что это фамилия. В монографии Столяра, по-моему, написано, что это Бен, он не сын печали. Вот такое вот интересное сочетание. Так, пешку надо было на Д6 брать. Да, надо было, я ее забрал. Правда, чуть попозже. Так, 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 так. Правда, чуть попозже. Забрали. Так, что же тут мы можем придумать? Что мы можем придумать? Слона, слоном заберем коня. Так, слоном заберем коня. Там мат какой-то был? Неужели? В самом деле. Если играешь как второй, третий разряд, вы за какое время поднимете уровень? Если играешь как второй, третий разряд. Я не знаю, за какое время я подниму, понимаете? Занятия по скайпу... Вот, нет, давайте так. Занятия даже вот вживую, вот так, я не могу ничего гарантировать. Потому что занимается человек, не занимается. Ну, обычно у меня, ну, где-то за год дети разряд выполняют. Но это минимальная программа. Кто-то, например, два разряда за год может выполнить. Кто-то один. Ну, как минимум один выполняет. Это что касается таких вот занятий упорных. Именно вот на занятиях, которые идут вживую. Там, где я могу ребенка как-то направить. А по скайпу, да, я могу какие-то показать основные пути развития. Что-то, какой-то материал могу показать. Но полноценно, вот так вот, скажем, раз за разом. Просто у людей не хватает терпения у большинства. Вот в этом еще проблема. Что, да, люди занимаются, занимаются. Потом человек пропадает. И потом он где-то выныривает, да. После того, как у него обострение, можно сказать, произошло. Шахматного интереса. Это, понимаете, должен быть постоянный процесс. Если вы хотите сразу какой-то разряд, буквально за полгода. Но может не получиться, да. Но опять же спрашивали, а ради чего заниматься шахматами? Ради денег, ради разряда. Вот если вы ради разрядов занимаетесь, то, ну, может не получиться. И все, ваши занятия заканчиваются. Поэтому, что ты скажешь? Так, зашел. Да, тяжелая ситуация. Очень тяжелая ситуация. А, сам сдался. Ну, ребята, давайте как-то уже пораньше сдаваться. Потому что, такой вот затягивающий. Так, е4, е4. Ну, да, е5 что-то сегодня часто. Давайте центральный дебют попробуем разыграть. Давайте центральный дебют. Интересный вариант. Смотрите, мне очень нравится, когда вот ферзь простреливает почти всю доску. Точки появляются. Так, смотрим. Как вы считаете, почему редко играют в староиндийскую? Почему редко играют в староиндийскую? Ну, наверное, потому что тоже пространственный перевес белых, как-то он не слишком компенсируется активными возможностями. У меня там есть большой видеоучебник по планиметрии в двух частях. Насколько я знаю, подобных ни у кого нет. В такой полноте во всяком случае. Если класса с восьмого заниматься, может выйти толк. Да. Я хотел создавать вот такого типа туториал по чизбейзу. Но как-то дело не пошло. Ну, перешел на более популярные темы. Индия интересная, конечно. Так, про контент. Мне лично просто интересно смотреть шахматы. Станислав Качанов. Конечно, качество важно, но не менее важно качество подачи. Есть каналы с не менее качественными, но неприятен автор. Или просто скучен, косноязычен. Да, кстати, среди шахматистов такое и есть. Я, наверное, небольшое исключение. Так, вилка слоном. Эх, что за люди играют без двух фигур. Так, Глеб наоборот играет до конца. Так. Расскажите, сколько там осталось? Осталось кого чего? Людей? Или идей? Так, интересный ход. Все заберу. Выйдет слон, да? Давайте вот так попробуем. 34 человека, ребята. Не так-то и мало вас. Подписываемся, не забываем лайки ставить. Вот поставьте сейчас все, пожалуйста, лайк. Поставьте лайк. Лайков 131. А смотрят 202. Ну-ка, давайте. Кто там забыл оплатить за проезд? Так. Дальше мы заберем. А чем будем забирать? А давайте вот так заберем. Оп. Какие основные идеи в Сар-Индийской? Если я играю, почему слон бестолковый получается? Ну, бывает такое. Бывает. Бывает, что бестолковый слон чернопольный получается. Но пешки на Е5 мешают им, да? Как и основные идеи, как раз активные. То есть вот ферзевый гамбит для людей активного плана не очень приятный выбор. Надо что-то поактивнее, поинтереснее. Так, 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 так. Взяли. Хотят нас испугать в этой позиции. Мы все заберем. Он забрал. Я забрал. Он забрал. Сюда, туда. Сюда, сюда. Так, так, так. Ну да, рискованный, кстати, ход. Конь Д5. Я так пойду, то могу костей и не собрать. Я пойду тут Конь Д5. А иначе прогонят. Не хотелось бы, чтобы прогнали. Но в то же время в Эншпиль не хочется идти. Какой у нас дебют. Я взял, он и взял. Я сюда. Прелестно. А если он взял ферзевым? Я сюда, он сюда. Я сюда. Так. Сюда. Хорошо. Не сходится что-то. Не сходится, кстати. Может не сойтись. Здесь Конь Д5, Ферзь Д5, Конь Д5. Так. Слон С4. Сюда, туда. Ладно, давайте я пожертвую. Не знаю, может проиграю, посмотрим. Так. Полетели лайки. 172. О, прекрасно. Да, еще больше. Можете пояснить, что именно хотели сделать по чизбейзу? Да нет, уже сейчас не буду пояснять. Так. Нескромниче идеальное сочетание профессионализма, качество подачи, уважение к зрителям без дешевых заигрываний для привлечения. Ну да, еще не хватало, чтобы я тут заигрывал для привлечения. Почему, когда у человека 1200, и на первых ходах он ужасно играет, вы начинаете играть по позиции, ходить в эндшпиль. Не легче ли поставить ловушку? Ну, наверное, такой стиль у меня. Защитно-атакующий, да? Патомат, проще говоря. Патомат. Матопат. Ну, Слон Ф7 надо играть, а как еще? Из-за этого хода я не хотел идти в этот вариант. Ну, Слон Ф7, взяли, взяли. Да. Что-то не срастается, я чувствую. Что-то не срастается. Без фигуры не срастается. Ну, Слон Ф7, а как еще ходить? Этот на жертвуал. Ладно, давайте так попробуем. Ай. Да, все это очевидно, но этого может быть недостаточно. Без качества, наверное, да? А, ну так забрал. Чего греха таить? Забрал. Разноцвет с лишней пешкой, да? Что-то наварил я, да? Все-таки улыбнулась мне удача в этом варианте. Все-таки лишнюю пешечку я приобрел. И это не так и мало для такого вида окончания. Да, зевнул слона, это понятно. Но надо было как-то поаккуратнее Роману играть. Ну что же, у него было время. У меня-то времени нет. Покажите вызовы. Ну, наверное, не сейчас. Наверное, не сейчас. Так, сюда. Слон Ц3 я хочу пойти. Слон Ц3 я хочу пойти. Так, где-то надо не допустить его хода. А5, Б4 зажима. Поэтому слон должен быть красивым. Слон А2, Б3. Поэтому тут все хорошо. Где-то может быть слон Б4 надо было сыграть. Тогда был ладей Е8 ход. Сейчас хода ладей Е8 нет. Я попытаюсь здесь прорваться. Так, если я пойду туда, а он вот сюда. Так, давайте задвинем все-таки. Там ладей Е8, правда, будет ход. На ничью будет работать. Но мне кажется, я все-таки тут смогу выиграть. Нет, давайте попробуем все-таки задвинуть. Я не уверен, что там, кстати, ничья. Очень не уверен. Потому что я задвигаю пешку на Ж5. Такая вот позиция. Попытаюсь потом где-то использовать слабости на Ферзевом. То есть я пойду Б4 сейчас. Да, то есть я сейчас пойду Б4 и попытаюсь зайти на Ферзевый. То есть какая-то слабость будет. Нет, вот слабость будет на А6. Это, кстати, слабость. Она незащитима слоном. Это очень важно знать. Ой, куда побежал. Ой, куда побежал. Ну, в принципе, может. Может. Ограничивает потихонечку. Так, что же я могу тут предпринять? Если я пойду А4, это не вариант. Поэтому я попытаюсь как-то обойти это все хозяйство. А он не дает, кстати, обойти. И смотрите, агрессивно как действует. Очень агрессивно действует. Так. Угу. Не так-то просто, кстати, обойти. Как говорится. Как говорится, не так-то просто обойти. Угу. Ну, давайте так. А теперь вот так. Угу. Так. А теперь сюда попробуем. Ну-ка. Ну-ка. Теперь вот сюда. И вот сюда. Это все-таки я напал. Это я все-таки напал. Слону нужно отходить. И я прорвался. И я прорвался. Но куда я прорвался? На ферзевый фланг я прорвался. И там должна быть проходная. Так. Король е5. Это в принципе уже, наверное, можно прорваться и к слону. Зачем нам ферзевый фланг сейчас? Если слон нас сможет обеспечить. Да. Ну, все. Тут выиграно. Тут уже выиграно. То есть, такие вот, можно сказать, иллюзии. Да. Что ничья, разноцвет. Это все иллюзии. Тем более при таком перевесе. Не успевают черные провести свои пешки. Еще и шаг. Так. Ну, сюда. Да. Сюда. И надежда на пат. Но пата, к сожалению, тут нет. И ход ФСБ2 ведет к победе. А я Роману говорю спасибо за игру. Вот такая вот рискованная партия. Золотой. Так. Смотрим дальше. Так, 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 так. Покажите вызовы. Сейчас партию вместо мата. Пат поставил. Жесть обидно было. Ну, что ж. Скажите, вредно ли для обучения шахматам подсвечивать влече с возможной ходы. Ну, на начальном этапе может быть и вредно. Мне это, честно говоря, особо не мешает. Так. Лондонская система. Я показываю. Ядкин, Игорь, Игорь, Вейрон, Сизок, Мико Хакинен, Time for Fun, Crazy Healer. А. Да. Crazy Healer. Егор. Аустерлиц. Фанис. Хуй и Фанис. Иван из Кристиан. Кирсаныч. Кауа. Жака. Дримеварик. Айдарик. Айдарик. Фейт. ФЖТ. Сиф. Телер. Мура Сок. Владимир Тимошкин. ДК. Арт. Ванька. Да. Гил. Анатолий Семов. Чезг. Рэй Фишер. Сабай. Аспадзар Роман. Джон Поттин. Ууу. Сколько у вас. Сколько у вас. Ладно. Давайте посмотрим, что у нас с подписками. По лайкам мало что-то, ребятки. Маловато. Надо побольше. Так. Скажите, вредно так. Разноцвет обманчив. Да, да, да. Даже если и ладей нету, то обманчив. 10402. Маловато, ребятки. Надо 10450. Вот сегодня у меня такой план. Сегодня все-таки стрим в среду. Обычно подписывается побольше людей. Поэтому жмите подписаться. Не забывайте. Так. Так, так, так. Взяли, взяли. Ферзь Е2, наверное. Да, нет. Ходит конем. Ждет пока я возьму на Ж3, чтобы открыть ладью. Не делай трокировку. Видите? Какой хитрый соперник попался. Хитрый соперник. Я Ферзь Е7. Потом Конь ФД7. Как ты сыграешь? Такая достаточно простая схема. Вроде бы на первый взгляд. Заходит. Нет, Ферзь Е7 сначала. Почему? Потому что на Конь ФД7 сразу Конь Ф7 был ход. Так, Конь ФД7. Владимир Тимошкин. Вы уходите. А подписаться и лайк поставить вы не забыли? Это обязательное условие. Так. Взяли, взяли. Забрали, забрали. Ну что, позиция равная примерно получается. Так. Если с телефона надо ждать в приложении Амаль Муазамов. Честно, я вам не подскажу тут. Тут уж оно как у кого получается. Мой запрос не видит. Есть такой игросмейстер, видит. А у вас запрос не видит. Не знаю, ребята. Ждите, ждите, что я могу сказать. Пожидайте. Если я пойду Е5. Давайте я Е5 пойду. Как-то активненько так. Е4, правда, можно пойти. Ну, там интересная игра, кстати. Может завязаться. В случае Е4. Наверное, думает об этом мой соперник. Нет, все-таки решает предоставить мне пространственное преимущество. Ну, давайте так. В принципе, тут я захвачу поле Д3. Соперник, видите, согласен на разменчике. И это меня радует. Чисто пешечное может даже попробовать. А давайте пешечное попробуем. Какой-то дефект в позиции белых здесь наметился. Я просто короля на Ж4 попробую поставить. Нет, нет, нет. Я короля на Ж4 поставлю. А дальше буду атаковать на королевском фланге. Так. Ну, а прорваться тут как? Как тут прорваться? Тут не прорвешься. Не прорвешься. И я потихонечку буду надвигаться. Там Ж5, Ж4. Вот как-то в таком стиле. Так. Ну что? Может быть сразу? Ф5, да? Ф5 пошел вперед. Сюда-сюда. Прорвался. Какой тут смысл в этом все? Может быть Ф4 проводить? Давайте пока Ф6 пойдем. Посмотрим. Если я проведу Ф4, будут разменщики. Где-то А4. Но он стоит ждет, да? Он стоит ждет. Ужидает. Что мне тут делать? Если я проведу Ж5, король от А4. А4. Он вынужден будет бить. Я побью пешкой. Попойду А3. Там тоже не факт, что выиграно, кстати. А может Ф4 проводить? Но если проведите Ф4, то у меня будет пешка на Е4 слабая. Нет. Давайте все-таки попробуем сюда, туда, сюда, 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 туда, сюда, 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 туда. Давайте так попробуем. Да. Сначала так, а потом А4 попробуем продвинуть. Может быть, Ф5 сначала до этого хода. Надо посчитать. Если пойти Ф5. То есть, король Д2, Ф5, король Е2. Ф5, король Е2. Сюда, 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 сюда. Вот так. Ну что, в принципе, усиливаться надо. Если я пойду вперед, взял, взял. Сюда, 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 сюда. Нет, какой-то запасной темп нужно сохранить. Наверное, не буду пока Ф5 играть, чтобы запасной темп был. А потом попробую А3 продвинуться. Да, А3. Теперь король Ф1 нельзя ходить. Там будет А2. А, нет. Но эта позиция уже выиграна. Тут просто обходим. И все. То есть, ход, конечно, Ф3 здесь делать нельзя было. Король Ф1. А потом король А2. И на занятия позиции где-то я там их 5 бы подцеплял. Я думаю, что да. Ну, а теперь на Е3 слабость создается. Ну, такое учебное пешечное окончание, конечно. Это мой соперник не использовал всех своих шансов в защите. Но я надеюсь, что там все-таки выиграно было. Именно за счет активности короля черных и дефектов пешечного расположения белых. Так. Так, так, так. 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 Думает соперник. Нет спасения здесь. И B4, и C4. Это все не туда. Нет спасения, ребята. Ну, просто обход, пешка на Е3 теряется. Да, спасибо за игру. Такое вот пешечное окончание. Идем дальше. Ну, чего мы тут сегодня не играли? Ну, давайте староиндийскую попробуем. Все-таки как-то... Как-то... Хочется. Слон Ф4, наверное. А, ну, и тут слон G5. Ну, что ж такое? Ну, не хотят основные варианты играть. Не хотят. Просто не хотят. В принципе, это может перейти. Нет. Все-таки Е3. Ладно. Давайте я H6, G5 как-то попытаюсь. А, вот так даже. Интересно. Какой не Е4 потом? А, вот сюда. Давайте Е5 попробуем. Фу, так. Ну. Тоже дальше. Теперь есть Е7, да? Ну, хорошо. Рокировка. Будет обидно, если компьютер провернит всю стратегию черных в пешечном. Вроде все было логично. Сам бы так сыграл. Ну, да. Нет. Но мне кажется, все-таки после хода король G4 там должно было быть выигран. Ну, а как? А как там еще? Там можно было, конечно, сыграть король F1, да? Король H2. Он играет король Е2, я король G2. Так? Потом я, потом, если даже он захватил оппозицию, я сыграю F5 и как-то буду пытаться выжимать. Хотя, ну, вот сыграл он, например, король Е2, я король F2, он король Е1. Что мне делать дальше? Просто не хватает. Если бы еще была одна горизонталь там снизу, то а так может не хватить. То есть, король Е1, король F1, сюда-сюда. На F3 я могу стать, F4 я могу провести, а дальше, да, наверное, все-таки ничейная позиция. Все красиво было, да? А что же мне надо было тогда проводить? F4, да, надо проводить. Ну, тогда на Е4 там было нехорошее. Ну, я на ферзь фланге сделал все, что надо, заблокировал. А на королевском фланге, ну, что там было сделать? Бывает такое. Бывает такое. Действительно ли там все так плохо? Король F1, король H2, да? Король Е2, король Е1, король Ж2, король Е2. F5, король Е1. Нет, похоже на ничью все-таки. Да, похоже было на ничью. Нет, наверное, все-таки ничья была. Да, ну, а что делать? А что еще можно было делать? Так, зачем А5? Непонятно. Зачем А4? Так, сюда, туда, туда, сюда. Кстати, прикрыл он меня, да, прикрыл. Ну, хорошо, давайте так, а потом попытаемся, попытаемся конем на B4 перейти. То есть, конь B5, конь B8, конь А6, конь B4. То есть, вот такой маневр я сейчас попытаюсь предпринять. Поле B4 хорошее для коня. Отойду слоном на G7 вот сейчас, а потом пешка на F5 двинется. Так, ну, кстати, немножко прицепился, ладненько. Давайте так. То есть, я не хочу тут ему давать. На G6 слон F5 где-то будет потом. Конь B4, конь B... То есть, конь А6, конь B4, F5. Ну, кстати, сейчас уже грозит F5, а Е4. Тут Fc2 ход не совсем правильный. Какая вот, получается, старая индийская? Ну, да, кстати, он отошел для того, чтобы на F3 освободить поле, да, для слона. Если Е4, он отошел, Е вперед, он отошел. Может быть, коня вообще куда-то на Е5 поставить? Там подвисает, правда. Нет, давайте все-таки мы вот так сыграем. Правда, что нельзя выиграть у компьютера в окончании F против ладди, играя ферзем. Ну, как вам сказать, выиграть-то можно, но это очень сложно сделать. Ну, если вы знаете определенные какие-то маневры, да, выигрывающие, то почему бы и нет? Почему бы не выиграть? Так, конь B4, Е4, слон, смотрите, какой у меня. Ой, слон какой. Слон красавец, можно сказать. Что дальше делать? Давайте ферзь F6 сначала, а потом слон D7, как-то коня будем подцеплять. По пешке работаю. Как ее защищать? B3, ладья провисает. F3, решающая ошибка, да. Король Е1, король Е2. Ну, да, наверное. Спасибо за их... Игорь, Игорь, Игорь. Много Игоря сейчас будет со мной играть. Сразу целых 5 Игорей против меня. Посмотрим. Так, ну, добра. Сегодня я открывал стрим Гамбитом Мизиса. Попытаюсь сделать... Ой, такой ход интересный. Такой ход интересный. Сюда. Дальше. Попкировка. Ну, давайте проверим. Так, до 4. Ну, давайте до 4 пускай там. Пускай там будет эту так. А теперь сюда. Алексей, вы не устаёте от шахмат? Сейчас уставший вид. В отпуске давно были и где? Энди Руд не был в отпуске. Уставший вид у меня так вот последние несколько лет, можно сказать. Но вид уставший пусть вас не смущает. У меня, в принципе, это постоянное такое состояние, как я уже сказал. Так, слон D6 мы заберём, да. А, вот сюда. Да, ну, хорошо. Хорошо. Давайте А3 пока. С6, правда, да? Неприятный ход С6. Неприятный ход С6. Конь Е5, может быть. Давайте Конь Е5 пожертвуем коня, а потом заберём слоном и, если что, попробуем удивить соперника. Дело в том, что там Конь Д7, Ферзь Х5. Будет ход. Алексей, выбор, выглядит неплохо. Ну, кому как. О, какой ход интересный. Почувствовал неладное мой соперник. Пробивает. Ладненько. Жертвуем коня немножко в другой редакции. Конь Д7 тоже, да? Ну, ничего страшного. Ничего. Там мы ещё на А6 побьём. Нормально будет. Так. Ну, давайте мы, наверное, заберём. Заберём. А потом на А6. Правда, Конь С7, Ферзь. Так. Конь С7, Ферзь. Конь С6, да? Как защищаться? Конь Б8. Есть ли глобальная цель в шахматах? Пока глобальная цель не особо сформирована. На Ютубе хочу 100 тысяч подписчиков. Хотя, если их наберу, то будет следующая цель. То есть, на самом деле, тут такая ситуация. Так. А если я заберу? А, подождите. А если я заберу? Он дошёл. А если я так заберу? А давайте я его так заберу, чтобы открыть ладью. Вот так вот я сыграю. Хорошо, хорошо. Попытаемся вот тогда поднапасть. А если Конь Д5, то Ц4. Всё-таки рокировка не сделана. Отставание в развитии. Пресловутое, да? Ну, Ц4 надо ходить. А как ещё? Тут какие-то... Всё-таки я теряю темпы. Что скажете про поводу двухтомника Романовского Миттельшпиль? Знакомый КМС порекомендовал почитать. Но у меня есть старые ещё книги Романовского Миттельшпиль. В электронном виде, по-моему. А вот эти переизданные я, честно говоря, не смотрел. Но старые мне нравятся. Надеюсь, что в новых орфографических ошибок нет. Или их число сведено к минимуму. Так, если я заберу... Можно, конечно, пойти в Ферзь Ц6. Но это Эншпиль какой-то. А давайте Ферзь Ц6. Тут Эншпиль непростой. Тут Эншпиль непростой. Очень даже непростой Эншпиль. Если забрать, то будет неприятность. Вот такая неприятность. То есть кажется, что уже всё хорошо. На самом деле всё плохо. Вот так вот. Ну что, забираем. Ну и опять скучная позиция с лишней фигурой. Ну что ж такое сегодня? Ну... Да. Игорь проявил уважение. Спасибо за игру. Сдался без ладей. Идём дальше. Вейрон Юэй. Смотрим дальше. Вейрон Юэй уже один раз мне проиграл. Пытаемся повторить. О! Страницкое начало. Это красиво. А! А что это такое? Д4? А! Вот такая система. Ну тут так пассивненько очень расставился мой соперник. А ещё и в 3. Хм. Интересно. Ну а куда это всё смотрит? С3, D3? Куда всё это смотрит? Непонятно. Так. Ну что дальше? Кстати, я тут могу повторить свой манёвр. Сегодня я уже так сыграл. Ну-ка. Как дальше? Давайте С5 как-то. Или можно... Нет, подождите. А если я H4... Извините, вы куда будете ходить? На H1, да? Хм. Ну... Давайте, наверное, продвинемся. Так. Продвинулись. С5 попробуем. И что же дальше? Ага. Сюда вышел. Так. 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 А если вот так? А король себя будет отлично чувствовать на F8. В случае ладей Е1, я отойду на F8. Печалиться не будет. А, вот так перекрыл. Интересный вариант. А если я вот сюда пошёл? Если я вот сюда пошёл? Ф5 где-то, наверное, это всё-таки уже мат на H2. Ф5 ходить нельзя. Брать коня тоже как-то не хочется. Противно брать коня. А я где-то конь C6 усилить нажим на пункт D4 хочу. Ещё длинную рокировку при случае. Если уже король остался в центре, то... Длинную рокировку при случае я хочу. Так. Конь C6 попробуем. Теперь хочу забрать. А взятие, конечно, это слон C5. И там неприятно очень. Конь на H1 пока не выходит. Хотя может сейчас выйти на F2. Но я, правда, заберу его. Нападу на ферзя. Конь F2 сейчас нельзя ходить. Угу. Как быть? Конь F3, да? Может быть. Если конь F3, тогда на F4 подвисает. И, кстати, сейчас уже на F4 подвисало. Так. Если взял... Нет, я бью пешкой. Я не буду слоном бить. Я не буду слоном бить. Так. Как-то продвинулся. Если я заберу, он заберет. Да. Заберут, то он заберет. Да, туда, сюда. Не просто. Е3 забрал, забрал. Брал, забрал. Нет, ну к нему надо отходить. Ну, что тут думать. Ну, конь E7 надо отходить. 190 зрителей, 190 лайков. Нет, ну это не лайков много. Это зрителей мало. Так. Ну, грозился я пойти король F8, да? Давайте я исполню свои обещания. Где-то, правда, там на E4 подвисло. Ну, ничего. А, не хочет брать. Ну, ладненько. Ладненько. Я уговаривать не буду. Правда, там на F3 еще конь пойдет, да? Давайте я сначала побью вот так. Попробую посмотреть. Да, что получится. А потом уже попробую забрать, если заберут. А нет, то я пойду конь F5 еще. Я тоже такое замечал, так как раньше у нас в городе КМСы играли Блиц один против пяти. Выиграли всех подряд. А сейчас и с мастером играть можно. Вы такой тенненции не замечали? А, то в том плане, что мастера стали, то есть шахматисты стали слабее, да? Ну, наверное, так и есть. Вот я же говорю, что КМСы, бывшие, да, советские, они как-то посильнее, чем нынешние. Так, ну давайте, давайте, давайте. E3. Что же тут дальше будет? Уровень разрядников снизился, но уровень самых высоких топовых шахматистов, он наоборот выше, чем тех. Так, D6. Ух, как интересно. Что же это такое? D6. А если я заберу, то что-то будет? Я не понял, что это будет. Что же это будет? Освобождение поля, что ли? Непонятно. Непонятно. Сейчас основная проблема, конечно, в том, что грозит мат. Уже несколько десятков секунд. Раньше солнце светлее, да. Любители стали сильнее. Ну ладно, не будем эту тему поднимать. Ну вот, неприятно очень, видите? Неприятная такая разменная вариация французской защиты. Но как-то белые очень слабенько в центре пешки поставили. Как-то все-таки надо поактивнее. D4. Дальше. Нет, ну тут мат, конечно. Спасибо за игру. Вот такой мат. Пешка же не зря на Е3 пошла. Идем дальше. Так. Ну тут черными. Ну тут черными. С4. Ну давайте голландскую, ленинградский вариант попробуем сыграть. То есть слон выводится на Ж7. Фактически я сегодня Ильина Женевского играл. Каменную стену тоже играл. И вот Ленинград как раз у нас выходит на авансцену. Д5, конь Е5. Такой вариант здесь есть. Правда там киконь А5 тоже отход есть. А, слон Ж5 тут сразу. Наверное и Е5 просто сыграю. Или я попытаюсь А6 отогнать. О, забрал. Ну хорошо слону. Да, границы стали зыбче. Информация доступнее. Конечно тогда мы видим, что знание не стало таким дефицитным. Да, стало не таким дефицитным как раньше. Ну что, бить надо, а иначе она С4 просядет. Б3 это все равно конь просел. Непонятно, зачем было быть на Ф6. Честно говоря. Да, ну забрал. Забрал. Так, что-то никто ничего в чате не пишет. Что такое? Есть ли люди в чате? Давайте обратно. Я на Б6 пойду, чтобы как-то на Д5 держать под контролем. Слон Д7, С6 я вот так хочу развить. Где-то даже конь А4 сейчас будет ход. Конь А4, а потом связочка. Такая вот связочка. Ну давайте конь А4 попробуем. Мимо моих идей всех проходит соперник. Мои идеи проходят как горячий нож сквозь масло. Так получается. Так, забрал. Забрал. А, хотя подождите. Что-то я... Что-то я накуролесил против... Про... Хотя нет. Нет. Ну да, да. Накуролесил я. Реально две фигуры заводью получается. А я что тут натворил? Ой-ой-ой. Что я натворил? Чудо какое-то. Чудо-чудеса на виражах, да? Ужас какой-то. Ну ладно, давайте будем играть эту позицию. Так. Сколько еще партий сыграете? До полуночи точно буду играть. Как думаете, до какого уровня можно дойти самостоятельно без тренера? Ну часто такой вопрос задают. Ну с самого нуля, но очень трудно. Ну понимаете. Представьте. Вам завязать глаза и пустить в лес. В незнакомый лес. И сказать. Ну вот ты как бы иди. Вот там вот вперед иди. И там будет избушка на курьих ножках. Ты там передохнешь. Вот. Потом пойдешь дальше. И вот ты выйдешь на какую-то полянку. Да? На деревню какую-то выведет тебя эта избушка. Дойдете вы, учитывая, что там много волков, лес незнакомый. Наверное, вряд ли. Поэтому тут такое дело. Примерно та же самая задача. А если лес знакомый, у вас есть компас, вы ориентируетесь на местности. Я имею ввиду, у вас, наверное, уже какие-то знания есть. Там первый разряд или еще что-то. То вполне дойти можно. Но дойти с приключениями. Не сразу. Но дойти. Так. Ура! Я коня поймал. Повезло мне, конечно. Едва ли общий уровень повысился среди знакомых в возрасте 60+. Неплохо. Среди сверстников никого. Нет. Ну просто, понимаете, почти никого. Подождите. Это не значит, что не повысился. Возьмите своих сверстников, которые занимаются шахматами. Пускай сыграют с теми, которые 60+. Это вы говорите о том, что вы их не видите, да, этих сверстников. Потому что меньше стали заниматься шахматами, это я согласен. А то, что уровень прямо так уже упал, наверное, не сильно. Так. Ага, интересный вопрос. С Санислав Качанов всё проще. Просто маркетинговая акция для привлечения людей в шахматы. В СССР тебе ты немного научился. Тебе, честно говоря, что до разряда ты не дорос. Сейчас хоть минимально обученных стараются поощрить. Ну, тоже, наверное, правильно, да. Ну, вот мои дети играют на разряды, да. Где-то пол очка не хватило. Да, спасибо, С1 ВОК тут. До разряда. На следующий раз, там, через пару месяцев придёшь. Ну, такая должна быть система. А там поощрять, там, пол очка добавлять. Как там ещё что-то может быть. Это всё. Бред. Надо вот так бороться, да. Что, Гусейнов всё-таки 2,5 выдрал очка, да. Ой-ой-ой, как это больно. Из-за этого недоучкам разряд ненужные звания типа Мастер Фида. Да, я тоже думаю, что Мастер Фида это, ну, это звание достаточно высокое. Но всё-таки лучше было бы, чтобы начиналось с Международного Мастера. Мастер Фида. Ну, у меня нету Мастера Фида, я, конечно, мне легко говорить, да. Если бы оно у меня было, то я бы сказал, ай-яй-яй, не трогайте Мастера Фида. Это, ну, мне кажется, всё-таки надо с Международных Мастеров начинать. Так, интерес понизился, да и думать люди особо не хотят. Ну, конечно, да. Думать не хотят, кнопки нажимать на компьютере хотят, и всё. Кстати, слон на А5 очень бы пригодился вот здесь вот на поле ЕСи. Но его как-то там не видно на этом поле. Так, на этом поле его не видно. На каком же его видно? Если я дам шаг, он конь С6, да? Конь С6. Давайте его так сыграем. Когда очки виртуальной реальности станут вообще доступными, какого шахматиста выберете первым, чтобы сыграть с ним? Подождите, а что там? Это он реальный будет играть в шахматисты, или кто там? Сергей Патрикеев. Я не знаю, что за очки такие. Нет, ну, я видел там очки, это виртуальная реальность. Так что, там можно искусственно создать шахматиста. Мне же живой нужен. Так, а чего он так сыграл, непонятно. Зачем? Зачем? Я даже 5. Ну ладно, спасибо за игру. Тут что-то не понравилось моему сопернику. Сейчас молодежь, к сожалению, ходит быстро, и все. Так. В это воскресенье пришел на занятие. К моему тренеру подходит парень 22 года, говорит, что хочет заниматься. Но его послали мягко. Есть ли смысл так поздно начинать тренироваться? Ну, я тоже такие видео, картины. Люди приходят, хотят заниматься. Ну, а почему нет? Могут заниматься. Но смысл в чем? В том, что упорство очень серьезное. Тут, конечно, возникает вопрос, а где же он был все эти 22 года, да? Что вот он не занимался шахматами, а тут вдруг захотел заниматься. Не знаю. Ну, лично мое мнение, что если человек... А вот ко мне пришел мальчик недавно. Ну, как недавно, полгода назад. И ему 13 лет. Он не в зуб ногой в шахматы. У меня дети там по 6, там по 5, ну там, ну 7, ну 10. Ну 12 это уже такие уже, которые там второй разряд, все, года 30 занимаются. А что мне с ним делать? Ну, стал ходить в младшую группу, выполнил четвертый. Сейчас реально он из них такой самый разбитной, да? Вот. Да, он выше их, да, он старше их. Но зато у него интерес устойчивый к шахматам. Самое главное это интерес, не возраст, понимаете? Потом, которые вот эти запослали, вот я не знаю, сколько вам лет через блог. Я сейчас начну немножко ругаться на этот план. Самое главное это интерес. То есть вот этот человек, 22 года, он может сесть за 8 лет, он обгонит и вас, и вот вашего тренера, и всех, кто послал. Если ему это надо, действительно, если ему встретится хороший тренер, который будет с ним заниматься. И у вас глаза потом круглые будут. Почему? Потому что главное это интерес к шахматам. А не возраст. Да, я видел таких ребят, да, я помню их. Они там в 9 лет у них уже кандидат мастера, там, он, скажем, какой-то у него тоже разряд там есть. Вот. Потому что его там с раннего возраста пичкали, да, этими всеми знаниями, шахматами. А вот, ну, не получилось у парня. Ну, вот он 22 года, он там институт заканчивает, например, вот ему интересно. Самое главное, интерес. И вот это не надо сбрасывать со счетов. И вот у человека пропадают желания именно из-за того, что его вот так вот прогоняют, его отталкивают. Он и так приходит, тоже не знает, куда обратиться. Вы смотрите на эту тему, фильм очень интересный, есть, называется «Шахматистка». Французский фильм или «Ход королевой». 2009 года, кажется. И там очень неплохой фильм, вот с точки зрения возраста, шахмат и так далее. Поэтому, поэтому посмотрите. Так, кстати, пока я ругался, я зевнул вот здесь вот такую вот фишку неприятную. Ну, ладно, я бить его не буду. Я сыграю как-то по-своему. Я сыграю вот так. Попытаюсь. А, там Фез Е6 же еще ходил. Да, прозевал. Если я возьму, то он возьмет, я сюда. Хотя, может, не хватить вполне ему, хотя там конь на Ж5 заходит. А если я возьму, то он возьмет, я сюда. Ага, он сюда. Подождите, а точно? Так, точно или нет? Кстати, если я заберу, он заберет. Я сюда. А он вот сюда. А теперь я вот сюда. А он что? А он так, а я вот сюда. Ладно, давайте рискнем. Не знаю, может попаду. Так, может попаду, а может не попаду. Национальные мастера сейчас есть? Иван Побегутся, спрашивает. Да, есть. Мастера спорта. Так. Здравствуйте, Алексей. Если представить, что вам нельзя играть в шахматы, больше работать тренером, чем бы вы занимались? Какой деятельностью пробовали зарабатывать? Ладно, не буду я отвечать на этот вопрос. Есть варианты. Есть варианты, но тот вариант, который у меня сейчас есть, мне нравится больше всего. Так. А давайте вот так вот, да? Как говорится. Вот так вот. Пробуем. Нет, я конь G5, конечно же, да. Ну ладно. Чес блок. Нет, ну в основном, конечно, люди, которые приходят, я с другой стороны скажу, это люди, у которых неустойчивый интерес в шахматы. Видите, теперь я уже перехожу на другую сторону, на темную силу, да. Есть люди, которых неустойчивый интерес, и таких большинство, если вот они в 22 года, да. Почему? Потому что, как опыт показывает, человек может походить, походить, а потом бросить. Ну это, там, 90%, там, 95%, как там говорят. Вот. Но есть все-таки какой-то процентик заинтересованности. Вот. Поэтому тут надо подходить каждый раз с определенным таким тактом, да. То есть попытаться все-таки не рубить с плеча, как говорят. Так, ребятки, я попадаю здесь. Я тут попадаю по полной ферзи. В 7 какой-то ход. Вроде бы мата не видно, но в то же время, в то же время и защиты как таковой не видно. Что тут можно придумать? Владяев 8. Шах отошел сюда. Ну, вечный шаг будет. Ну, не хочу я вечный шаг. Я же хочу выиграть. А если отойти слоном просто? Кстати. А если просто отойти слоном? Тогда будет тоже нехорошо. А если ферзем отойти? Тоже будет нехорошо. Что ж такое? Все нехорошо и нехорошо. Конь f6, просто ферзь g5 не получается. Конь e5 тоже. Не хочу конем отходить. Как-то надо будет бороться. Как ладья h6, да? Ну, ладья h6 в принципе шахов там не так и много. Если он заберет. То ебать сюда. Да, он коня забрал. Все заберет. И еще и с лишней фигурой останется. Ай-яй-яй-яй. А если ферзь b2? Слона не хочу терять. Слон d4, да? d4, слон d4. Нет, давайте слон e3. Слон e3. Будет жертва или нет? Ну, вроде бы один шаг есть. Второго не будет. А взятие на d7. Ладья h8. Нет, еще и новый ферзь появится. Ладья h8, кстати, интересный вариант. Кстати, у него тоже времени не так много. А ладья h8 или бить все-таки? Не буду я бить. Пускай сам бьют. Давайте вот так попробуем. Шагов-то... Ай, на e5. Ну, ладно. На e5 так на e5. А если я сюда, туда? Ну, что ж такое? Ну... Сейчас шагами берет, но... Да, вот это битва. Вроде бы я выигрывал, выигрывал. А теперь непонятно уже, кто выигрывает. Вот это вот битва. Ну, давайте сюда. Что делать? Что же тут делать? Ой, время закончилось. Ну, это, конечно, партия была. Пока я ругался, тут, конечно, партия... Партия получилась очень интересная. Давайте дальше. Спасибо за игру, кстати. Крэйзи хиллер. Сегодня уже одну играли, кстати. Так. Да, у меня был интересный случай. В восьмом классе впервые поехал в Амперцию в городский школу. Там был парень 10 лет. Его из-за стола только макушку видать, но уже первый разряд. Моего друга вынес, ростом за 180. Пару лет играл с ним в турнире и обыграл. Ну, да, да. То есть тут все зависит от настроя. Мне некоторые говорят, что я пенсионер по шаговым меркам. Прихожу на занятия не пупсы. Но желание самое главное. На все каникулы занимался, выиграл три турнира подряд. Нормально. Так. Маклус Каусен, Годил Гусейн. Чемпионат. Алексей. У меня для вас серьезное предложение по параллельному развитию канала. Беря в расчет ваш склад характера. 88 задач для игры в покер. Ну, не буду я в покер играть. По крайней мере сейчас. Тренера тоже можно понять. Вряд ли 22 летним будет правильно подать. Так, нужен индивидуальный подход. Нет, ну, тут, понимаете, значит, тут индивидуальный подход, конечно. То есть отдельно какие-то занятия за какую-то плату по-часовую. То есть он хочет заниматься, он должен понимать, что он как бы не такой, как все, да, грубо говоря. Вот, ну, хочет заниматься, пускай занимается. Покер, да? Ребята, ну, есть математика, есть покер, есть шахматы. Не знаю. Кстати, первый раз такую позицию я получил против девочки одной. Это уже второе поколение шахматистов моего тренера. И очень интересное положение получилось дальше. Вот такая вот была у нас позиция. И она дала шах на b5, я пошел слон d7. А, в этой позиции нет. Она дала шах на b5, я пошел слон d7. По-моему, так. А потом на взятие я побил конем. А надо было брать королем. Вот это я помню точно. А в этой позиции у меня хороший очень перевес. Ну, слон над конем перевес. То есть тут проблем, я думаю, не испытаю никаких. Не знаю, что тут соперник мой придумал. Ну, попробую узнать. Можно так сказать. У меня получается лишняя пешка. Слон против коня. Лучше структура. И все на свете. То есть тут, конечно... Тут, конечно, можно выиграть по-разному. Но сперник, наверное, будет сопротивляться. Мне, конечно, слона на коня менять не надо. Потому что все-таки слон здесь получше, чем кони. Я буду стремиться к размену ладей. Да. Давайте ладей открытую линию займем. Потом еще вот так зайдем. И будем пешку a2 атаковать. Ну, что ты тут скажешь? Давайте, наверное, так. Даже не будем меняться. Слон c6, слон d5. Давайте слон попробовать скушать пешечку. Да. По покеру вряд ли. Я уже тогда, наверное, по математике немножко разовьюсь. И что-то буду делать в этом стиле. У меня, кстати, свои задумки тоже в математике есть. Вот почему я тут тоже заинтересовался. Каналом. Так. Новый ПК покажете? Нет, ну я обязан его показать. Потому что это будет похоже на надувательство. То есть люди собирали, собирали. А я скажу, да, вот я купил что-то там, да. Будьте довольны. А сам положил себе в правый карман. А, кстати, пешку я зернул. Как я зернул пешку. Ладно, давайте коня ограничим. Если я сюда... Он побил. Нет, давайте я вот так попробую. И вот так. Слон F3 потом сыграю. Нет, я сделаю, конечно, обзор. Не то чтобы обзор, но вот как бы фотографии какие-то. То есть видео я не буду делать. Видео не буду делать. Но это не сразу будет. Я такой вот довольно тяжелый в этом плане. Что как бы надо хорошо, чтобы было все. То есть какой-то обязательно... На то, что я собрал, обязательно на лучший вариант выбрать. Поэтому сразу не будет. И тут, конечно, надо набраться терпения и мне, и вам. Но будет до нового года точно, до конца октября, не знаю. Ну, в ноябре, может быть. Не знаю. Так, ну что, Крэйзи Хиллер ушел, что ли? Ну, что такое? А, все-таки жив Крэйзи Хиллер. А конь, наверное, будет скорее мертв, чем жив. А как его спасать, этого коня? Я просто королем подбегу. Вот таким вот образом. Раз, два, три. А, ну, там метод, кстати. Это, кстати, метод. Да, кстати, метод. Если я... Ну, наверное, просто вот так сыграю, да и все. Пускай меняется, а пешечная проиграна. Давайте, наверное, даже вот так сыграем. Не буду бить пешку. Он там бы выскочил, а я вот так вот. На F8. Так, фотосчет по целевому использованию донатов. Да, так и было. Но я, в принципе, когда покупал камеру, вот эту вебку, то я как бы писал, да, как бы о том, что за вебка. Как куплено и так далее, да. Если я сюда, он туда и сюда. Нет, ну давайте так. А, там правда, Е7 будет ход. Ой, хитрый ход, кстати. Я король F8 хотел, а там Е7 же. Ммм, выбирается все-таки, выбирается мой соперник. Ну ладно, уговорил. Выбежал конь. Ну смотрите, как зевнуть было. Король F8, Е7 и уже коня не заберешь. Придется бить пешку, а конь уже не под боем. И вот такие вот пироги. Ну ладно. Конь выбежал, согласен, но... Но все-таки я борюсь за победу. Так. Давайте, наверное, как-то сначала вот так. А потом уже пойдем вперед. Ну то есть реально тут две лишние пешки. Ну должно же хватить. Ну должно же хватить. Или побежит вперед. Покер держится на трех китах. Психология, математика, удача. Ну у меня с психологией не так, что уже очень хорошо, поэтому... Я думаю, как-то покер обойдется без меня. Так, карты, деньги, два ствола, да. Ну давайте так. Тяжело, конечно, тут играть. Какой-то цукцванг получается. Так. Ну все, 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 приплыли. Здесь мы как-то сможем обыграть соперника. А может мы все-таки поймаем этого коня как-то? Очень резвый он. А вот я его заберу просто. Да, все, тут крэйзи хиллер. Ну, можно, конечно, играть и дальше. Можно, можно. И может даже и нужно в какой-то момент, но не в этой партии. Я даже патт вот так могу поставить, да. Ну и все. Спасибо за игру. Идем дальше. Так. Какие любите виды спорта смотреть? Егор играет со мной. Так. Ну, раньше я много смотрел футбол. Много смотрел футбол. Вот где-то в конце 90-х, в начале 2000-х футбол смотрел. Нравился мне биатлон смотреть. То есть, нравилось смотреть биатлон. Там вот соединение лыж и стрельбы, да. Вот эта вот гонка. Интересно. Ну, так. Зимние виды. Баскетбол, в принципе, тоже интересен. Хоккей. То есть, я буду перечислять все. Но, наверное, из всех больше всего нравится футбол. Так. Давайте так попробуем. Шахматы, шахматы. Шахматы изучены вдоль и поперек. Нет, не хочу я с карточными играми связываться. Не хочу. Так. Карты деньги два слона, да. Карты деньги два слона. Сразу так, да. А если я вот так, а он вот так. А я вот так. И на рокировку идем, да, соперник. Ну, давайте так вот. Как погода в Днепре, Николай Руденко. Ну, в принципе, не так, чтобы сильно и холодно. Днем, днем солнце проскальзывает. Но уже понятно, что светит, но не греет, да. Так. Ну, что поделать. Тут давайте рокировочку сделаем. Мы тут не опасно. Вопрос в том, интересно ли Алексей будет ли же так, 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 так. Да, ну, нет, я вообще покером не занимался, но у меня к карточным играм нехорошие отношения. То есть, ну, мне есть чего еще делать в шахматах. То есть, как будто, как будто вот я в шахматах чего-то достиг такого высокого, да, что мне переходить на Пухин. Так, надо еще поработать. Патеринбург. Ну, я в шахматах. Ага, вот так. Ну, давайте заберем. Я не знаю, к чему это приведет. Но шахматах поставить я обязан. Ну, и мат обязан поставить. Нет, Егор как-то немножечко тут заигрался. Нет, спасибо за игру. В футбол сам играл или нет? Ну, так, в школе-то все мы играли в футбол. Не сильно так у меня хорошо получалось. Больше я болеть любил. Так. Аустерлиц. Вот, сейчас мы будем участвовать в военной кампании, да. Аустерлиц. Ну, хорошо, давайте так. В каком году вы будете выполнять мастера? Я не гадалка, не пророк. Больше всего зарабатывают боксеры. Ну, я думаю, Андрей Антонов не. Мне уже боксером в этой жизни быть не светит. Так. Давайте так. Что дальше? Так, ферзь как-то вышел странно. Ну, хорошо. Мы его здесь приголубим. А если конь И4? Нет, давайте сначала вот так попробуем. Покер и игра интеллектуаров, а не шулеров и рулетчиков. Ну, пускай так, но все равно. Все равно у меня нехорошие отношения. Считайте меня таким непрогрессивным человеком. Сколько людей осталось? 19. Не спать, да, не спать. Так, ну что, опять на ферзя бесплатно напал? Ну, что такое? Когда такое еще было? Подряд два раза в партии бесплатно напасть на ферзя. И... Смотрите, третий раз бесплатно на ферзя нападает. Ну, что ж такое? Куда ж деться, ферзь? Побежал еще четвертый раз нападать. Нет, не дал. Все-таки соперник уже решил, хватит. Не дам еще раз напасть. Ну, ладно. Ладно, ладно. Так, Е7 в 5. Ну, хорошая позиция у черного. Давайте так, ладью сюда подкатим. Так. Как вы боретесь с осенней депрессией? Никак у меня ее нет. Осенняя депрессия это для тех, у кого есть время на осеннюю депрессию. У меня на нее нет времени. Бедный ферзь. Ну, как бедный. Он тут где-то пешку связывает. Видите? Связывает пешку. И, кстати, хочет проявить свою истинную силу в этой партии. Но я попытаюсь не дать ему это сделать и ответить вот таким вот ходом. Так, много темпов наварил. Да. Много наварил. Много наварил. А он мне и не дает. Ну, ладно. Я вперед. Так, смотрим, что у нас по людям. Да, 200 лайков. Ну, да. Хорошо. Уговорили. 200 лайков. Пускай будет. 402, 409. По подписке тенденция нездоровая. Не знаю, что такое. Как-то мало, мало, мало. Подписок очень мало. Ну, реально было до начала стрима было 390. Сейчас 409. Может быть, как раз из-за того, что стрим упал первый. Не знаю. Так. С учетом того, что стоит взять 16 гигабайт ОЗУ. Ну, я 16 гигабайт ОЗУ и буду брать. Насколько я помню. Нет, давайте закроем позицию. Так. Давайте сюда. Да. Сюда. Что дальше? Вроде бы что-то есть, а ничего не видно Давайте так попробуем Где лучше видна общая картина игры? На обычной доске или на виртуальной? На виртуальной, наверное, такой странный вопрос, но я его понял То есть мне как-то на виртуальной больше нравится Потому что там головой вертеть надо на часы, на всё-всё-всё А тут сразу всё перед глазами Да, на диаграмме проще играть, конечно Аустерлиц мы возьмём или нет? Ну-ка посмотрим Вроде бы уже пушки на готове, лишняя пешка есть Но как-то пока не получается Сейчас я возьму пешку А, там ферзь, то есть ладья b1, да, какой-то ход Ладья b1, неприятный ход Ладно, давайте ладья, ферзя возьмём Угу Так Ну давайте так Ну как-то тоже тяжело идёт партия Почему? 3 плюс 2 вроде бы контроль Всё нормально Ну тяжело идёт Давайте так попробуем Хорошо ли я играю в шашки? Да так, не очень Ну в близ лучше играть в интернете А в классику, конечно В классику я бы никогда не сыграл Долго слишком сидеть придётся, думаю Так, ну давайте так пойду Чуть-чуть слона не изъявил Конь f6 А, сюда зашёл Ну не так-то просто, видите? Не так-то всё и просто Я конь c5 могу, да? Нет Сон c8 вообще сыграть даюсь Да, зашёл Давайте так, сыграем слон c8 Давайте так, сыграем слон c8 Забрал Зашёл Сюда 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 Всё, спасибо за игру Взял я Austerlitz Фанис Хоу и Фанис Так, ребята Давайте дальше Уж полночь близится, да? А задачки всё нет Никакой у нас Давайте посмотрим Кто у нас тут В очереди Кто у нас в очереди Так, 19 человек Ой Ребята Нет, совсем Наверное не успею сыграть Я вижу тут И симулятор есть Мурзик Мурзик, мурзик Нет, ребята Давайте ещё Ещё до полуночи И всё Потому что я Я просто уже Засыпаю Просто засыпаю Уже после часа До часа уже не то Фу Так Давайте солнце 4 пойдём Бывает ли блеф В шахмат Вполне Есть такое Но тут Немножко свои особенности Фанис Хоу И Фанис Так, надо ещё Ту позицию вспомнить Что там Где стояло Сразу не вспомнишь Так Взяли Взяли Куда сюда Ладно Давайте аж 4 попробуем Да Уже партия Совершенно Некачественная Получается Из каких-то Фрагментов Больше состоят Чем из каких-то Конкретных Планов Стратегических Ну Я не знаю Давайте аж 5 Ну что делать Не знаю Зачем это было Да Не знаю Не знаю Что это было Зачем это было Куда это было Как вы считаете Влияет ли шахматы На коммуникативные Навыки Ведь это же Серьёзное Влечение То возможно Кроме них Не о чём Будет поговорить Есть такая проблема Много шахматистов Которые наоборот Благодаря шахматам Посетили много Стран То есть На самом деле Играют на турнирах Знакомятся с людьми Это всё от личности Зависит Да В принципе Это может быть Некогда в плане Такое однобокое развитие Но Мне кажется Что Мне кажется Всё-таки Шахматы Это и есть Хорошо Александр Степанов Спасибо за стрим И до новых встреч Спасибо Так Кто тут у нас есть Ладно Давайте последнюю Вот с Кирсанычем Я сыграю Она больше Не хватает Времени Ну что Давайте Всё-таки Какой-то Фланговый Смотрите Вообще Человек не сыграл Ни одной партии Что такое Жду партии С вами более полутора часа Не смогу простить Если вы не собираетесь Ребята А я сижу тут уже Фактически Четыре часа Вы полтора часа Говорите Я сижу четыре часа На этом стуле И что мне теперь До часу У меня завтра Занятие в одиннадцать Поэтому До этого Еще надо подготовку провести Можно конечно Поиграть Ну Не знаю Уже реально Четыре часа Стрим Сегодня Сегодня Как-то Нет настроения Обычно Я так Играю Почаще Подольше Но Сегодня Как-то Настроения Нет Как вы относитесь К тому Чтобы устроить Онлайн Мини турнир Между лидерами Шахматной Онлайн Школ Реценка Амариев Шипов Ну Как я Отношусь Отношусь Более-менее Положительно Но возникает вопрос Кому это нужно То есть На данный момент Мне это не нужно Турнир И на самом деле Этот турнир Особо Ну что Особо Ничего не докажет Ну вот Все знают Шипов Это Гроссмейстер Все знают Что Амариев Мастерфи Да Там Реценка Кандидат Сильный Кто-то Там Первый Разряд Ну Что Это Ну Кто-то Какое-то Место Займет Ну На самом деле Не знаю Мне сейчас Как-то Это Не сильно Интересно У каждого Свои Заботы Дела Там Напряг Какой-то Лишний Можно сказать Так 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 Следующий Сбор На Оформление Канала Заказывайте Заставочку Плашки Перебивки Перебивки Нет Я Это Все Сам Буду Делать Оформление Все Все Это Я Буду Делать Сам Как Я Научился Делать Видео Фрагменты Так Я Буду Учиться Делать Это Все Так Плашки Ну Ферз Плашки Какая-то игра странная. Я сейчас задачу покажу и будем уже закругляться. Вот сейчас после этой партии задачка будет. Готовьте свои мыслительные аппараты. Мы с вами попробуем ее решить. Причем я, кстати, ее не решил. Она у меня в памяти осталась. Как сфинкс. Ой, кофе холодный вообще. Фаннис Ху и Фаннис. Давайте по белым полям пройдем. Ну да, я же говорю, шипов всех сделает. То есть ни для кого не секрет, что гроссмейстер сильнее, например, мастер или кандидат в зероспорт. То есть как бы тут. Так, где-то я на поле G7 хочу запрыгнуть. Профессионалы сделают лучше. Не знаю. А что мне тогда получается видеомонтаж на каждое видео заказывать? Заказывать каждую превьюшку на каждое видео? Нет, ребяточки. Самому надо учиться. Самому. А профессионалы пусть занимаются своими делами. Профессионалы. Ну, у меня сейчас нет никакой превьюшки. У меня нет никакой шапки. Я сильно от этого страдаю. Не очень. Но это надо? Да, надо. Но я сделаю так, как мне это нужно. Это мой канал. А, пусть другие делают так, как им хочется. Так, вперед пошел. Фанис Хоуи Фанис. Так. Черная пешка фестиваль в Бресте. Интересный фестиваль, но как же я туда поеду? Как же я брошу все занятия и туда поеду? Мне это непонятно. Так, а если Ашу Жорчик, он убежит, да? Давайте так зайдем, попробуем. Фанис Хоуи Фанис. Ну, совершенно нет никакого интереса к этой партии. Да, все, закончили. Спасибо за игру всем. А сейчас мы переходим в раздел «Редактор доски». И попробуем, попробуем сейчас раскусить этот орешек. Итак, выставляю позицию. Сначала очищаем доску полностью. Далее. Что я помню? Я помню точно, что у белых король стоит на С4. У черных... Так, у черных король стоит на... Подождите, а как же тут я ставил черного короля? Стоп. Правой, левой... Ну, ладно. Так, дальше. Очень интересное положение у коня черного было. Очень интересное. Дальше. Слон белых стоял на Д2. Слон черных стоял на Д1. Ферзь белых стоял в углу. Ладья стояла здесь. А эта ладья стояла здесь. Уже вот этот узорчик очень интересен. Далее. Пешка черных. Так, пешка черных. На Е7, по-моему, была. А что там было у нас еще? Так, этот мотив я помню. Конь Ф5. Так. Конь на Ф5, да? А, конь на Ж5, по-моему. Подождите, ладья, ладья, ладья. Где же у нас конь стоял? Конь стоял. На А6, по-моему, стоял конь. Нет, на Ф7. А как король тогда стоял? Да, сразу не вспомню. Зато у меня есть книжечка. Которая эта книжка есть. То есть, в которой эта партия, у меня позиция есть. Книжка называется «Шахматы Рохлина». Это мне мальчик дал как раз эту книжку. Почти правильно я поставил. Но тут, правда, ответа нет. А, ой, смотрите, как получилось интересно. Ой. Так, вот тут король. То мы убираем. И вот такая позиция. А, еще пешка вот здесь. И дальше конь вот здесь. Так. А, еще и король вот здесь. Написано «Мат в два хода». Смотрите. Приводим две задачи Самуэла Ллойда, высоко оцененные Михаилом Ивановичем Чегориным. Это вторая задача. Первая тут вообще такая интересная. Я думаю, первую мы с вами решим потом. А вот эту задачу надо решить. Вот на эту решали и не решили. Так. Значит, вот такая вот позиция. Мат в два хода. Составитель Самуэль Ллойд. И попробуем сейчас... Попробуем сейчас посмотреть. Так, донат какой-то был, да? А я доната не услышал. Ребятки, что же случилось? А я доната не услышал. Неужели кто-то сломалось у меня в чате? То есть не в чате, а в стриме. Давайте подумаем. Подождите, что тут? Да, да. Больше 50%. А как это получилось? А я не видел. Почитаем сейчас, что написано. Почитаем, что написано. Какие-то... Что написано? Угу. Сообщение. Возьми больше ОЗУ и про SSD не забудь, братишка. Ну да, я буду брать 16 гигабайт ОЗУ. А SSD мне тоже посоветовали. Спасибо. Итак, это позиция Семёля Ллойда. Мат в два хода, белые ходят. Эта позиция очень понравилась Михаилу Ивановичу Чегорину. Это все, что я помню про эту позицию, знаю. Позиция взята из книги Рохлина. Мы должны эту позицию с вами решить. Вот такая вот задачка. Мат в два хода, ход белых. Давайте пробовать решить эту позицию. То, что на занятии с детьми мы успели понять, что тут какие-то шахи не проходят. То есть, такие ходы, как ладья Ж4, да, ладья Е2, двойные шахи, они не проходят. Почему? Потому что король убегает на поле Ф5. Вот в этом минус этого всего, что король Ф5. К тому же, такой ход, например, как ладья Ж5, тоже не проходит. Потому что тогда будет ход слон Ф3. Видите, перекрываемся. Тут двойного шаха нет. То есть, это не мат. Ну или конь Ф3. Взятие коня, понятно, вряд ли даст что-то. Вряд ли что-то даст. Поэтому, на самом деле, нет. Александр Коковкин. Ладья Ж4, король Ф5, ладья Ф4. Ну, король Ж6 и что? Если бы все так было просто, это было бы не так интересно Михаилу Чегорину, которому эта задача, повторюсь, понравилась. То есть, у меня была идея в том, чтобы это поле Ф5 как-то прикрыть или найти мат вот в этой позиции. То есть, вот в этой позиции надо найти какой-то мат. Как белые могут тут поставить мат? Тут непонятно. Почему? Потому что, ну, поставьте как-то мат. Какие-то фигуры две передвиньте, чтобы был мат. Король скрывается то ли на Ф6, да. Ну, в случае шаха может она закрыться. То ли на Е4 обратно. То есть, непонятно. На этом мы остановились. Вот такая вот позиция. Как тут решить? То есть, шахи давать тоже вряд ли. То есть, реально тут, да, реально тут трудно. Ну, вот ладья Ф2 тоже, да. Ладья Ф2, слон Ф3, я уже написал. То есть, не написал, а сказал. Конь Ж5 ход. Ну, это тоже шах. Король отошел. Как тут мат ставить? Не получается. Думайте. Ферзь Ж1. Интересный ход такой, боковой, да. Ну, что? Ферзь Е3 как-то попробовать, да. Ну, что будет дальше? Ну, я не знаю. Если пойти Конь Ф3. Тоже. Нет, тут какой-то ход другой должен быть. Ферзь Д1, да. Ладья Ж5, Ферзь Б1. Кстати, вот мне хотелось как-то Ферзя подключить. Вот видите, если вот эти поля взять под контроль. Вот, да, пойти как-то Ферзь Б1, да. Но не получается. Видимо, какой-то вариант будет связан с отходом слона и Ферзь Б1 мат. Но не получается. Давид пишет Ладья Ф3. Интересный ход. Ладья А3, Ладья Е3. Давайте Ладья Ф3 посмотрим. Хорошо, если Ладья Ф3 пойти, то что? Если я бью королем, как тут мат ставится? Завлечение. О, смотрите. Конь Ж5 мат находится. Видите, вот решили мы проблему хода Ф5. Что мы завлекли. Так, подождите, подождите. Возвращаем Ладью обратно. А, теперь Король на Ф5 не пойдет. Король не ходит, кстати. Ну вот, Ладья Ф3, да. Дальше. Хорошо. А если я бью здесь конем, то как вы мат ставите? Как мы мат ставим, вернее? Ой, смотрите, какая красота. Ферзь А7. Неужели тут симметрия такая? Смотрите. Вот в этой позиции, если я побью слоном, то тут теперь ферзь Б1. Смотрите, как интересно. Это тоже мат. Видите, как красиво. То есть, ферзь на Х1 стоит не просто так. На самом деле. Он стоит не просто так, а на самом деле он стоит для того, чтобы дать эти шахи на Б1 или на Х7. Ладно, ладно. А что же еще может быть? То есть, взятие не проходит. Если я просто пойду слоном, то, кстати, в ферзь Б1 нельзя ходить, потому что будет слон Д3. Если я просто пойду слоном, то что? А, ну тогда я бью слона, да? Да, я бью слона и это мат. Хорошо. Слон не ходит. Если я пойду слон С2, то тоже это мат. Да? Слон сюда, слон сюда, шаха слоном нет, слон не ходит. Конь Ж4. Конь Ж4. Я бью коня и то тоже мат. Смотрите, как интересно. Ой, как интересно. Если ходит слон, смотрите, то ладья вот сюда мат. Если ходит конь, то ладья вот сюда мат. Какая симметрия красивая. То есть, ферзь вот здесь на H1 тоже и сюда смотрит, и сюда, и по диагонали. Ну, не могу не нарисовать эти стрелки. Смотрите, как красиво. Вот это задачка. Подождите, мы еще не все разобрали. Еще есть у нас пешка. У черных в запасе. А если пойти Е5, то как мат ставить? Конь Ж5. Смотрите, пешка блокирует поле Е5, и теперь конь Ж5 это мат. Точно мат. Смотрите, как красиво. Не зря на Чегорину понравилось. То есть, Давид у нас решил. Ладья Ф3. Невероятный ход. Три боя, посмотрите. Вот сюда, вот сюда и вот сюда. Так, ну что, может еще одну? Кто хочет еще одну, пишите в чат. Кто хочет еще одну задачу, пишите в чат. Так, редактор доски. Очистить. Давайте еще одну попробуем. Так, книжечка Рохлина. Ну, это классная книжечка. У меня, кстати, такой нет. Мальчик принес. Вот это один из мальчиков, из моих ребят, которые усердно занимаются. Смотрите, король у нас вот здесь. Ну, тут вообще чудеса какие-то. Я прошу не ставить на компьютер никого. Просто, ну, не испортить впечатление. Вот сейчас я хочу еще решить эту позицию. Вот я не решил, кстати, предыдущую задачу. Так, а если сюда пойти? О, вот такая позиция интересная. Ладья Е3 уже не разберем. Разбирайте сами. Погнали еще одну. Так, вот такая позиция мат 2 хода. Она тоже понравилась Чегорину? Да, она тоже понравилась Чегорину. То есть, получается, мы имеем две позиции, которые понравились Чегорину. Что тут делать? Так, что делать? Связана ладья. Какие-то шахи вряд ли что-то дадут. Думаем. Думаем, думаем, думаем. Так, может быть, какие-то выкрутасы здесь с фигурами легкими, да? Ну, как тут можно пойти? Что тут можно придумать? Слон С4 какой-то ход тоже. Нет, Слон С3 я имел в виду. Тоже не получается. Как ходить? Мат в два хода. Как ходить? Тоже, наверное, симметрия какая-то, ребята. Тоже, наверное, симметрия. А, К1, наверное, да? А, так это шах. Нет. Позиция не решается шахом. Так. А может, ФС3 как-то? Ну, тогда ладья А2. Нельзя пропускать ладью. Какой же мат? Слон С3, да? Ну, Слон С3 я бью ферзя. И что дальше? Слон С3. Я бью ферзя. И как вы мат ставите? Двойной шах какой-то, да? А, ну, конь же не беззащитный. Нет, нет, нет. Ребята, тут, видимо, слоны, они защищать должны коней как-то. И ход белых. Конь Б5, да? Конь Б5. Конь Б5. Ллойд, Ллойд. Слон Д3. Слон Д3 я забрал ферзя. Нету мату. Нет, не верю. Не верю. Слон Д3 какой-то ход слишком обычный. Ай, какой же тот ход. Какой-то может вообще какой-то ход. Слон Ф8, да? Слон Ф8, Слон Ж8. Может быть такой ход. Ферзь С1. Ну, Ферзь С1 ладья. Ладья А2. И мат вы не поставите. Ферзь С1. Не получается. Слон Д2, может быть, забрали. Какая-то конструкция должна быть. Понимаете? Какая-то конструкция. Ой. Король Ж1. Ну, кстати, ход Король Ж1 мне интересен. А, Ферзь Х7. Давайте посмотрим. Король Ж1. Это что? Ну, я забрал. Нет, мне Ферзь Х7 нравится. Вот Владислав написал. Ферзь Х7. И что? Ой, как интересно. А тут, наверное, смотрите. Ну, главная идея, это, конечно, в том, что на вот это мы играем Ферзь Х2. Это понятно. Это я понял. А, наверное, куда бы ни отошла ладья, мы поставим мат отходом коня. То есть, смотрите. Если я пойду вот так, да, то как мат в один ход ставится? Ой, смотрите, какой мат. Ферзь Б1. Ладно. Договорились. Отходим обратно. А, ну так все. Если куда-то ладья сюда идет, то Ферзь Б1. А если мы их бьем сюда, то он бьет ладью. Все. Владислав решил. Ферзь Х7. Первым написал Владислав Сластихин. Ферзь Х7. Ну, все, по-моему, так. Кстати, мы забыли проверить по компьютеру первую задачу. Но, наверное, правильно. А давайте эту проверим. А ну-ка. Анализ. И попробуем завести движок. Ладья Б1. Король Ж1. Король Ж1 ход интересный. Ладья Б1. А Ладья Б1 Ферзь бьет. Слон Е7. А, стоп. Я опять не ту позицию поставил. Что ты будешь делать? Ну... Ой, опять снесло все. Ладно. Извиняюсь. Но эту позицию я уже запомнил. То есть мы играем... Стоп, стоп, стоп. Где у нас стояло что? Ферзь стоял вот здесь. Ладья стояла здесь. Король стоял вот здесь. Два коня. Два слона. Вот такая вот... Ой. Такая вот задачка Лойда, да? Значит, здесь у нас анализ. За белых. Ферзь Х7, да? Да. Ферзь Х7 правильный ход. Ну, красиво. Нет. Ну, ребята, тут уже вариантов не было других. Ферзь Х7 это очень красивый ход. Почему? Потому что мы Ладья Аш-2 препятствуем, да? А на вот такой ход мы просто бьем, да? Это мат. Ну, красивая задачка. Да, красивая задачка. И на этом мы заканчиваем эту прямую трансляцию. Всем, кто смотрел, спасибо. Кто донатил, спасибо. Братишки, как обычно, спасибо. Вот. Поэтому следующий стрим у нас будет в субботу. Это будет очень тяжелое соревнование. Будет сеанс одновременной игры на 30 досках. Я буду создавать этот сеанс прямо на трансляции. Буду бросать ссылку. И первые 30 человек буду принимать. Причем я оставляю за собой право фильтровать по каким-то неприятственным никам. Имеется ввиду какие-то маты, там еще что-то. Ну, есть у нас там отдельные личности на эту тему. Поэтому попытаюсь так сделать. Вот. Ну, вот в таком стиле. Король-Ж1 тоже решает, вы говорите? Ну, что-то Король-Ж1 не получилось. А если Король-Ж1 пойти? Смотрите, если Король-Ж1 пойти? Нет, не решает. Ладья-Ц2, да? Ну, Ладья-Ц2. Хотя Король-Ж1 ход интересный. Я сам проверяю, когда решаю задачи, ход Королю. Да, поэтому еще раз спасибо, кто досмотрел, кто выжил. И до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok